заявленная тема часть вот вчера в принципе я уже частично здесь об этом говорил может быть даже более подробно заявленная тема была мятеж пригожина который сейчас он пытается представить как будто вообще ничего не было ничего сбились 6 вертолетов один самолет это выдающиеся достижения за один день мы в славянске за 4 месяца и в донецке сбили только 9 украинских портолетов один самолет и два самолета повредили он за один день 7 единиц приземлил выдающееся достижение ну ясно конечно же что это был ни один пригож ну ясно как пять пальцев ясно что за пригожиным стояла очень сильно очень крупная группировка в окружении кремлевского дедушки который в общем ты в кремле бывает очень нечасто основу прячется сейчас по разным нычкам вот ясно что именно поэтому пригожина не наказали от слова совсем потому что наказать евгения викторовича теперь означает фактически обрушить одну из башен которые трудолюбиво в течение многих лет создавала себе отдельную вооруженную силу которую у нее не было целью этой башни которая планировала запланировал данный мятеж являлась конечно же не свержение пути целью этой башни являлась перераспределение властных полномочий внутри кремлевской системы при которой конкурирующая башня которую в данном случае представлял шойгу обладатель сейчас наиболее крупного вооруженного ресурса в стране терпела бы поражение и лишалась как минимум части своих полномочий а может быть полностью перераспределяла их сторону интересантов мятежа все что я говорю не является какой-то инсайдерской информации то есть у меня информации инсайдерской естественной администрации президента нет из фсб нет скажем так из фсб у меня иногда иногда бывает но скажем так то что сейчас мне заложат бомбу я вот просто не знал меня не предупредили ясно что это не инициатива полиции практически с вероятностью 99 процентов что это подсуетились коллеги из моей бывшей службы поэтому то что я говорю о пригоджении о заговоре это практически опять же на 90 процентов под моих собственных аналитических размышлений соображений выводов соответственно за него отвечаю только я и больше никто возможно в чем-то они не верны может быть хотя очень маловероятно что они не верны во всем абсолютно истинным не является и так некая группа которая покровительство над явлением виктор чем в которой злые языки я лично свечку не держал заносит первого заместителя главу администрации президента господина кириенко господ ковальчуков из ближайшего окружения путина хотя некоторые говорят что там артенберги потоптались опять же это только слухи я слава тебе господи со всеми разными персонажами никогда незнакомым не был я в дерьме не плаваю и не плавал никогда поэтому будем считать что это слухи тем не менее это я говорю об уровне тех кто стоял за прибором они стремились свернуть шойгу которого многие годы в окружении президента называли кронпринцем наследником и который фактически сейчас во время своего сосредоточил в своих руках гигантские вооруженные силы полномочия и ресурсы заменить его они могу условно говоря при естественно что шойгу не один за ним стоит тоже мощнейшая группа в том числе союзники за ним стоят том числе за ним стоит и господин боробьев там же присутствует где-то поблизости господин собянин который в союзе с ним долгое годы долгие годы находился там же опять же целая группа олигархов там же где-то на заднем плане маячит так называемая старая семья со всеми ее ресурсами со всеми ее полномочиями со всеми ее фигурантами то есть та группировка которая сложилась еще при покойном бойке алкаши вот была попытка перераспределить полномочия либо вообще снести эту башню либо ее сильно урезать в возможностях полученное добро из этой башни распределить между собой для чего был использован в качестве очага господин пригожин и его группа варнир почему мятеж не удался об этом не знаю сейчас наверное никто кроме вот буквально нескольких человек высшей руководстве власти высшему руководстве там и не может знать поэтому опять же мои предположения видимо это было связано с тем что президент который все-таки до сих пор физически существует и который все-таки является залогом вообще существование всей системы о чем я кстати неоднократно говорю что это тот гвоздь как фильме летучий корабль на котором держится все строение вытащи его все развалится не одобрил эти планы не дал санкцию на перераспределение полномочий и в этой ситуации перед пригожином и его покровителями стал вопрос очень острый или сносить вообще всю систему то есть предпринимать действия которые будут иметь необратимый характер или останавливаться срочно и договариваться на промежуточных позициях ну сейчас уже по факту мы можем сказать что сносить всю систему они не решились хотя какое-то время возможно евгений викторович чтобы спасти себя и свое окружение демонстрировал непокорность я говорю возможно это вот мои чистые домыслы чисто аналитические выводы основанные в основном на совокупности косвенных естественно сведения прямых видимо он шантажировал власти возможностью действительно вхождение с подразделения вагнера москву как чтобы привел бы к абсолютно неконтролируемого развитию ситуации полного перераспределения власти и соответственно разрушению имеющейся системы до фундамент включите полагаю что это не входило в интересы самого пригожина который как бы он себя не выставлял является частью этой системы и будет оставаться частью этой системы и всегда были на пусть там на втором третьем эшелоне но он входил в эту систему и только благодаря ей он стал миллиардером хозяином чего к вагнер и человеком который сейчас является одной из самых ярких звезд на псевдо политическом небосквоне российской федерации поэтому пригожин тоже поторговавшись и получив компромиссные заверения в том что он не будет уничтожен не решился на форсирование аки и непосредственно что в москву после чего все усилия и пригожина и конкурирующих башен против которых он выступал оказались направлен на то чтобы как можно более быстро и радикально изменить общественное настроение замять произошедший инцидент и сделать вид что ничего не было вообще вот именно так в моих глазах выглядит мятеж вагнер еще можно сказать о роли лукашенко она конечно же было немаловажно но нерешающе пригожено для того чтобы получить серьезные гарантии безопасности для себя и для своего ресурса вагнера для своего окружения конечно же нужно было очень весомая фигура которая будем эти гарантии дала весомая и достаточно независимая хотя бы относительно независимая качестве такой фигуры лукашенко подходил идеально он как бы формально от кремля прямо не зависит конечно куты куча зависимости на формально нет все-таки относительно самостоятельным и нарушить данное лукашенко слова кремлю чрезвычайно сложно поэтому он был привлечен именно в качестве переговорщика в качестве фигуры которая может вести переговоры с пригожным может давать ему гарантии он такие гарантии дал гарантии выполняются причем даже сверх нормы далее российская власть проявила себя но просто абсолютно нелогично хочу сразу отметить если бы пригожина с вагнером действительно в экстренном порядке вывезли белоруссию выкинули то это было бы воспринято более или менее нормально это по крайней мере выглядело бы прилично с точки зрения исторической исторических традиций в истории масса случаев когда не вполне удачливого но очень солидного и весомого мятежника изгоняют за границу между вместе с его войском как бы формально просто выключая из социума в котором до этого действия но то что происходит у нас сейчас я вообще не знаю может быть кто-то мне из вас наверняка здесь есть специалисты истории подскажет исторические аналоги того что произошло у нас сейчас я таких аналогов на вскидку просто не нашел пригожин не уехал беларусь вагнер не выведен с территории российской федерации до у пригожина фактически отняли причем он сам передал это без сопротивления все его политические активы информационные активы то есть агентство федеральное агентство новостей группу патриот и так далее и тому подобное у пригожина отняли самый его крупный актив на котором он заработал свои миллиарды это группу конкорд опять же мы не знаем насколько формально отняли неформально но как бы речь идет о том что она перешла из под его контроля в чей-то другой скорее всего действительно перешла ну по логике но вооруженную силу за ним сохранили никто не понес даже не нашли ни одной фигуры которая годилась бы в качестве козла отпущения составе вагнера хотя все мы прекрасно понимаем что погибли люди погибли офицеры российских вооруженных сил не в единственном отнюд числе потенциально это очень повезло что их количество ограничилось там полутора двумя десятками не достигла допустим тысяч или даже десятков тысяч потому что достигни мятеж своего финального завершения там бы в итоге мы могли бы провалиться в смутус очень похожую на семнадцатый год и там бы жертвы уже шли даже наверное на миллион через некоторое время поэтому власть фактически в российской федерации заморозила ситуацию у меня был такой забавный эпизод в ростове когда я пытался прорваться на фронт в прошлом году осенью естественно я достаточно хорошо вышел из ну то есть я предусмотрел все возможности выхода из-под колпака я не меня моя к родная которая потеряла вот ну естественно я как обычно отрубил все телефоны которые нужно которые нужно оставил включенными там где меня уже нет в общем меня потеряли и где-то через две недели в ростове подключив случайность телефону не случайно там я его включал чтобы все семье это надо сообщать вот и стоит истошный истерический звонок сотрудника которого я вот в принципе знал чисто шапочно иран очень хотим вам помочь вы скажите вы где куда направлять помощь я ему ответил примерно так уважаемый вы две недели не можете меня найти что вы стоите как спецслужба что вы можете стоить как спецслужба если человек который находится под особо времени две недели выпало из вашего зоны влияния и вы не можете его найти его мне с такой смешным идиотским поводом начинаете мне звонить устанавливать но это вот из этого же разряда скорее всего звонок потому что номер совершенно незнакомо вот но это так отступление небольшое я думаю что примерно я обрисовал ту картину как мне видится пригожинский мятеж не затронул пока вопросов к чему он приведет но я думаю что мы это вот обсудим в рамках вопросов и ответов если у вас они конечно будут вы согласны с тем или мне еще говорить 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 чем он приведет прямо бог дать но давайте бог если не возражает давайте так просто как бы когда отвечаешь на вопросы непредметные обычно более подробно получается давайте так хорошо чему привел мига пригожинский мятеж ну там если расписывать по порядку первое он продемонстрировал населению всей страны всем гражданам российской федерации насколько тонка та грань которая отделяет нас от хаоса и насколько недееспособна власть российской федерации ее силовые структуры сохранение этой грани удержание нас от катастроф выяснилось что любой бандит с десятитысячным войском может 700 километров пройти не встречая сопротивления практически до окраин москвы и остановить этого бандита тупо нечем более того никто не хочет этого делать никто не готов взять на себя ответственность там уже массажер моментов которые мало известны широкой публике но которые есть вот допустим в москве сотрудники полиции в том числе лично мне знакомые и не только лично знакомые там как бы я попросил уточнить эту информацию не и подтвердили получали приказ от своего руководства что в случае вхождения человека варня в москву они вооруженные там автоматами пулеметами в срочном порядке поставлены на улице ни в коем случае не должны оказывать ему сопротивление что их задача только осуществлять общественный порядок не допускать погромов грабежей массовых беспорядков и прочих это означало что фактически все вооруженные силы мвд наиболее многочисленная вооруженная структура на территории москвы это десятки тысяч людей не оказали бы пригожину никакого сопротивления просто потому что их этого не требовали более того и как бы дали команду соблюдать нейтралитет как повела себя государственная власть в лице наших военных в ростове мы все сами знаем ноль сопротивление просто ноль ни одного выстрела ни одной попытки отразить атаку ни одной попытки не допустить мятежников даже в штаб южного военного круга с которой фактически ослуждаются руководство специальной военной операции росгвардия аналогично с авиацией как мы знаем авиация нанесла меньше потерь движущимся пригожинским подразделением чем понесла сама мы знаем насколько я понимаю все из средств массовой информации из электронных о том что имели место по в случае просто неподчинение военных летчиков командам на поражение колонн чвк вардию как бы обернулась ситуация попытайся пригожин форсировать акул здесь мы можем гадать здесь как говорится мы не знаем оказал бы ему сопротивление 45 бригада и усиленная частями росгвардии или не оказала бы неизвестно но я практически уверен что если бы он прорвался за а шансы на это у него были то дальше его не ему бы не сопротивлялся вообще никто опять же почему а простите а кого защищать если практически все руководство российской федерации включая подавляющее большинство руководителей силовых структур из москвы задолго до того как пригожих подошел даже как и задолго президент удрал премьер удрал все правительство удрала причем несколько вице-премьера вдруг оказались не где-то а за границей подчеркиваю во время войны пусть ее даже называется специальной военной операции где была в это время министра обороны начальник генерального штаба ник не может ответить никто но в москве их точно не было командующий росгвардии который как бы был формально должен был отвечать за ситуацию он на голубом глазу от большого ума угловой ест в основном вот иногда пьет вот рассказывал о том что он заначку оставил жене и покинул москву прямо честно вот честный человек ну честный вот единственный да кто-то говорит что остался дмитрий анатольевич но там ходят слухи что он просто был запове но это слухи но даже если дмитрий анатольевич был кристально трезв он за эти сутки но как бы ну если что он мог бы сказать пригожину денег нет но вы держите человек который за которого условно по призыву которого встать сопротивляться пригожину я не знаю кто бы мог стать я по крайней мере таких людей не знаю может быть вы знаете но такая меня поправить вроде бы в москве оставались патрушев и бортников вроде бы ну хотя бы потому что они наверно вели переговоры по крайней мере они в них участвовали но силы федеральной службы безопасности это знаю достаточно хорошо как человек который недолгие годы прослужил они не сопоставимы даже в боевом отношении даже с просто с теми силами человека вагнер которые шли на москву а стали бы сотрудники воевать и готовы ли были они были бы воевать ну цсн может быть и выполнил приказ на цсн он маленький в общем все висело на волоске власть заранее признав свое поражение начала срочную эвакуацию из столицы и только не готовность самого пригожина снести систем до основания частью которой он был не понимание того что эта система упадет на голову в том числе ему самому только это спасло нас от катастроф что должно было последовать за этим с точки зрения логики с точки зрения логики должно было последовать хотя бы частичное реформирование системы причем срочно страна ведет войну тяжелую внешнюю войну именно под эту войну планировался мятеж пригожная сейчас с этому вернусь что это те тот момент который может быть я и вчера не осветил и который но который обязательно надо указать при понимании всех этих событий если я вдруг не укажу вы пожалуйста мне напомните хорошо об этом ясно что министр обороны пользуются в войсках огромным авторитетом колоссальном настолько высоким что чем выше бы его подвесили на ближайшем фонаре тем больше в армии были бы довольны примерно такой же высокий авторитет у начальника генерального штаба который заметьте на тот момент являлся руководителем объединенной группировки ведущие боевые действия на фронте это я говорю не со вторых из третьих рук это я знаю от людей которые реально сейчас воюют на фронте причем ну не на самых маленьких на самом деле должностях то есть это люди которые ведут в бои части или достаточно серьезные подразделения но о соединениях я говорить не буду там другого жарства по идее чем скорее эти будут люди будут показательно отстранены подчеркиваю показатель тем больше шансов что власть укрепиться этого не сделал по идее просто исходя из любой реформальной элементарной логики руководитель спецслужбы которая должна была предупредить президента предстоящем мятеже при мятеж готовился не меньше по моим по самым в самым прикидкам не меньше трех недель в это мои личные прикидки я примерно понимаю сколько нужно времени чтобы спланировать подобного рода марш причем так хорошо исполнена еще это плане не просто спланировать но подготовить для него транспорт подготовить людей подготовить маршруты подготовить гсм подготовить просто боеприпасы продовольствие но все собрать еще в одном месте чтобы это все одновременно двинулась в двух разных направлениях минимум минимум по самому минимум две недели от момента замысла до момента реализации учитывая опять же массу войск которую двинули массу техники потому что двинули тысячи единиц техники в результате что на ростов что на москву и вот спецслужба которая отвечает за это а это тут как говорится что уж ходить в трехсоснах то федеральная служба безопасность получается проморгала данный митеж а если не проморгала если доложила не непосредственно президенту а через кого-то то значит кто-то специально участвовал в этом мятеже и не доложил президента данной ситуации или спецслужба не проморгала но тоже не стала докладывать президента данной ситуации как можно держать во главе спецслужбы людей которые либо сами участвовали ли потворствовали мятежу или оказались настолько непрофессиональны что даже не смогли его выявить хотя формальные признаки были заметны настолько явно что даже я человек который не имеет никакого информации изнутри чего к вагнер четко заявил за несколько дней что мятеж вот вот на начнется причем открытыми словами если вы сомневаетесь моих словах вы сможете поднять мои записи за май июнь и там все сказано я четко говорил что если пригожин останется во главе чего как то ближайшее время он начнет мятеж единственное о чем я думал это то что насчет мятеж после поражений которые будут понесены на фронте вот эти поражения используя их качестве формального повода для мятежа здесь я хотел сразу вернуться к тому вопросу который отложил это вопросу потом айбодиологической составляющей мятежа самого пригожни той группировки которая за ним стояла она фактически точно была заявлена в его заявлениях его в публичных выступлениях перед широкой публикой на широкую публику за несколько дней до мятежа и состояла из двух частей первое она состояла что наши войска несут тяжелейшие потери на фронте в том числе там проскакивал дезинформация о том что фронт прорван не знаю обратили вы на это внимание или нет прям пригожен буквально за два за три дня я просто внимательно следил за его выступили что на самом деле фронт не был прорван но то есть но реально они просто оттеснили наши войска но фронт они не прорвали а он заявил что фронт прорван то есть он ждал это и явно спусковой крючок нажимался из расчета на то что дело некие необратимое действие производились с учетом того что фронт будет прорван ближайшее время и как бы поражение на внешнем фронте полностью оправдает его действие а вторая часть это буквально меньше чем за сутки или за сутки до начала мятежа до начала активных действий он сделал громогласное заявление за которую прямо сейчас его невзирая на даже на произведенные дальше действия можно привлекать за государственных измен даже вот полностью отбросив вопрос мятежа кому-то его не было взять это заявление в котором он сказал о том что российской федерации не справедливо начала несправедливую войну против украины что украина не собиралась атаковать донбасс что российской федерации то война не нужно что цели у нас вот кстати в этом он прав у нас в этой войне нет то есть они не выдвинуть что фактически проводя логическую линию означало что пригожин выступает оратором тех кто выступает за поражение российской федерации войне он озвучил и проводя дальше логическую линия можно смело с очень высокой вероятностью говорить о том что случае если вы пусть мятеж пригожина удался в том виде в каком его замыслил он его покровители это привело бы в капитуляции российской федерации перед украины к принятию всех условий которые выдвигает враг который выдвигает киев и стоящие за ним силы если кто-то сомневается просто задайте себе вопрос если вы признаете что вы начали несправедливую войну и публично об этом заявляете после этого поднимаете руку с оружием на собственную власть вы к чему стремитесь к победе в несправедливой войне которую вы сами несправедливый только что назвали или поражение ясно что речь шла о том чтобы после переворота исправить несправедливость по отношению к украине для меня это как дважды 24 если кто-то захочет не оппонировать у вас будет возможность соответственно рывок пригожина на москву означал не только перераспределение власти в группировках кремлевских но перераспределение власти в пользу той группировки которая стоит за наше поражение в войне за прекращение специальной военной операции за эвакуацию всех регионов занятых нами с 2014 года включая донецк и луганск и крым поверьте тоже и никак иначе невозможно говорить о том что ты ведешь несправедливую войну признавать что не ведешь несправедливую войну и после этого торговаться из-за каких-то кусков которые в ходе этой несправедливой войны захвачен это нонсенс это невозможно сказавший а пригожину надо было сказать б если бы он захватил власть или по крайней мере привел бы к ней тех кто за ним стоял а вот теперь вопрос а как же так замечательно получается что мятеж нацеленный на поражение россии войне подавлен а человек который его поднял и который призывал и открыто призывал к нашему поражению этой войне никак не наказал я господа и товарищи таких примеров в истории не знаю поскольку я думаю что здесь сидят люди сведущие в истории может быть кто-то мне подскажет и поэтому перейдем в дискуссии с этого момента подумайте кто мы может сказать кто может мне привести пример хотя бы относительно похожий на то что произошел в российской федерации в результате мятежа пригожим может раз за что какие-либо военные действия хоть и к дальней войны вот знаете я очень люблю историю античности я считаю что вообще античность лежит в основе нашей европейской цивилизации которая сейчас загибается ускоренными темпами там в римском сенате вот просто в сенате ну фактически до времен пока сенат хоть какое-то значение еще имел любое выступление на серьезную тему любой серьезный оратор который хотел добиться принятия своих выгодных ему или там проталкиваемых решений начинал с исторической справки это было просто правило нерушимо рассказывая о том почему надо разрушить карфаген в цепи он африканский как правило начинал приводить исторические примеры с тех войн которые до этого провел рим и что надо что делал рим в аналогичной ситуации и в принципе так было так так говорил цесарь он так говорил цесарь когда выступал и так далее они все начинали с исторической справки брали пример брали как действовали в данной ситуации мудрые предки оккульт предков был время очень сильно разве и доказывали что просто доводили слушателей до мысли что также надо действовать примерно таких-то таких-то обстоятельствах плюс снабжали это каким-то научно-справочным аппаратами вот поэтому я спрашиваю кто-нибудь знает чтобы карта вот так вот поступала бы российская власть любую эпоху советскую императорскую пусть даже древнюю вот ну вот хоть один пример вот мы я сам не нашел вот просто на скидку я не придумал так это уже была осмотра то есть уже была осмотра уже существовало два альтернативных от центра власти 2 и которые между собой соперничали и принимали друг другу другу перебежчиков да то есть как этого алексей толстого это прекрасно описано а не тушинский ли вор вам ботчины жаловал да то есть но это как бы не только по алексею толстого толстого об эпохе знаю больше того там центров власти существовало на определенные моменты 3 и 4 по стране там кроме лжедмитрия 2 тушинского вора был и 3 в новгороде сидел был царевич по моему иван где-то сидел в астрахани плюс еще там мнишек с варенком где-то болталась там но это позже правда ну в общем уже смута была а вот смута еще нет у нас может быть вы подскажете мне кажется что российской федерации но поражает подражать самой себе потому что мы наблюдаем постоянно вот такое поведение что есть две линии вот ровно поведение либо условно патриотическое любу условно анти патриотическое и люди моментально вот одним движением переключаются с одной риторики на другую при этом за нее не сильно наказывают и даже не наказывают вообще потому что почему-то они считают что это такая правило игры но он сам он просто ни о чем не думая эту риторику из себя начал выдавать как только она ему пригодил пригожин при всем том что я не считаю его сильно умным человеком он во-первых конечно не дурак и сильно не дурак во вторых он талантливый подчеркиваю талант и ум это разные вещи но он еще и не дурак то что он человек бесноватый лес как христианин для меня это просто вот сто процентов уверенность а если не выражаться языком церковным то психопат вот так вот скажем так это тоже сто процентов то есть это очень страшно это очень опасно это садист естественно стопроцентный садист но он не дурак и он между прочим не так уж плохо образован как иногда это кажется если его слушать его феню обильно пересыпанную нецензурный лексик я уверен что прекрасно понимал что он говорит более того можно четко проследить в течение нескольких месяцев с момента его первых выступлений по поводу снарядного голода недостатка снаряжения вагнера в конце осени прошлого года до момента как перед мятежом как он быстро но очень последовательно наращивал градус критики расширяя сферу этой критики не по сначала с герасимова то есть сначала шойгу вообще не трогал сначала у него был объектом удара только герасимов потом шойгу и дальше 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 вплоть до того что когда заговорил смешно до слышать от миллионера и уголовника про социальную справедливость да в результате показался марш справедливости стремительно поэтому о я думаю что он все прекрасно осознавал это была программа которую ему не просто написали с бумажки читать это с бумажки читать это у нас человек грызлов замечательно умел вот он ее понимал что он говорил понимал и он поднимал ту ответственность которую несет за то что он говорит и он брал на себя эту ответственность он был он дерзкий решительный рисковый человек именно дерзость вот есть такое понятие вот он многое ставил на карту но многое ожидал от выигрыш нет это не тот человек который может менять риторику просто потому что подул откуда другой ветер это человек который отмечен тем что он попытался в условиях полного безрыбья условно говоря формировать политическую повестку стране и у него это частично удалось ибо ему дали для этого очень серьезные ресурсы плюс у него имелись и свои действительно таланты которые он к этому приложил тоже это не аморфная макрица типа одного человека который был членом кпсс потом таскал чемодан за собчаком а теперь является известнейшим крупнейшим патриотом на земном шаре что который сегодня там или там масса таких же как он в общем подавляющее большинство высших гос чиновников и политических деятелей которые формально политических потому что какая у нас политика в стране которые опять же были комсомольскими партийными деятелями потом они стали ультралибералами а сейчас они супер патриот да но они меняются вот им вектор показали они пошли пригожин нет пригожин тем и обратил на себя внимание значительной массы населения страны что он до обладая повес обладая очень серьезными ресурсами до обладая очень серьезной поддержкой но попытался приложить усилия и изменить саму атмосферу саму картину он автор и в этом его сила и его опасность это не амеба которая там реагирует что есть одной стороны стало холодно с другой жарко что с одной стороны и у кого ли иголка с другой там подсыпали бульонок нет то есть этого в это вы неправильно это сказали я так понял что никто не вспомнил про аналогию историческую нет возможно в качестве карикатуры и фарса можно сравнить это с корниловским выступлением но опять же не соизмеряя фигуры евгения викторовича и лавра георгиевича который несоизмеримы безусловно в качестве именно карикатуры ну и возможных последствий внешних и внутренних да и это мнение я уже читал я ждал что кто-то его выскажет хотя я его сам не разделяю во первых конечно же для меня как для человека глубоко изучавшего историю белого движения само сравнение бандита фригожина с лавром георгиевичем ну просто немножко даже кощунственно при всем том что я лавра георгиевича кстати не очень высоко оцениваю не как полководца не как политического деятеля это человек который которому было очень много возможности на которыми не воспользовался на самом деле но по крайней мере было такое но до очень много сходных моментов основной сходный момент в том что пригожин наверное мы не можем это утверждать имел некий по или гарантию или некие договоренности либо с первым лицом либо с лицами непосредственного окружения первого лица как вариант опять же тот же кирин как вариант те же ковальчуки как вариант подчеркиваю может быть ротенберы то есть люди из самого ближнего круга путина в который далеко не все министры скажем так реально вхожи то же самое имело место во время корниловского заговора так называемого фактически инспирированного самим александр федоровичем киринским который рассчитывал руками корнилова навести порядок в революционном петрограде установить свою личную диктатуру и довести войну до победного конца но если так говорить по-русски обосрался и корнилова кинул а у корнилова не хватило понимания ситуации я не думаю корнилова с духом все было хорошо это он был отнюдь не трус мягко говоря вот не хватило понимания ситуации чтобы плюнуть на александр федоровича и довести ситуацию до завершения в том виде в каком он его понимал да есть сходство с точки зрения того что корнилов фактически наказан не был как и основная часть его окружения то есть они были якобы заключены в тюрьму в быхове но при этом фактически их толком никто их охранял тот же самый конвой корнилова который его охранял и до того как он участвовал в мятеже что собственно и привел к тому что когда произошел октябрьский переворот этот джек обо главе этого же конвоя корнилова двинулся на дом но есть все таки и формальные разницы Керенский изображал что он наказал корнилова была создана следственная комиссия та формальная и так далее и тому подобное как у нас сейчас часто говорят главное при проведении расследования не выйти на самого себя вот Керенский отлично понимал что если расследование будет проведено с полным соответствием истине то она в итоге приведет к нему как к руководителю этого заговора так называемого корнилова но формально все таки их всех арестовали их отстранили их лишили непосредственного доступа к войскам их реально при этом заменили на постах командира то есть уже различие все таки есть корнилов не остался в той же самой позиции в какой он был до начала корниловского мятежа но да здесь я должен признать что независимо подчеркивать моих там симпатий или антипатий смуте столетней давности что-то похожее есть и это тоже пугает потому что если вы помните что от момента корниловского мятежа лето конец лета 2017 года до октябрьского переворота и последующего катастрофического краха России не важно кто какой кто красный кто белый извините 12 миллионов только примерных человеческих потерь которые понесла Россия в ходе дальнейшей смуты это катастрофа в любом случае не считая всего остального падение промышленного производства колоссального там гражданской войны разрушение иммиграции и так далее и не даром же я еще в школе когда учился в 80-е годы еще читал о том что по сравнению с 1913 годом у нас до сих пор еще мерилось что сколько когда чего произвели в Советском Союзе то есть от мятежа до катастрофы прошло буквально всего ничего а это значит я специально задаю вопросы чтобы привести вас тоже к определенным выводам которые в общем-то и озвучивал до этого но еще раз повторю потому что кто его знает удастся ли мне после очередного следующего минирования не угодить за решетку или не удастся вот а можно про башню спросить одна башня Хириенко а вторая башня это что семья Ельцина давайте я договорю а потом уже вернемся так вот доводя мысли вы просто сами сказали продолжать мы же к вопросам не перешли вот повторите потом если забуду у нас идет опять внешняя война война в которой мы воюем мягко говоря не очень успешно если конечно не верить господину Каношеркову война в которой могут произойти любые неожиданности и в которой к сожалению мы если ничего не менять наверху потерпим поражение почти сто процентов хотя бы потому что противник непрерывно наращивает свои силы как живые так и техники что у противней за противником стоит две трети мирового производства вооружение там еще намного больше а у нас фактически всех союзников один Иран с очень скажем так как сложные неоднозначные полиции Китай который мог бы допустим стать на нашей стороне и сильно уравновесить скажем так шанс поэтому я полагаю что у нас от мятежа пригожина до следующего острейшего кризиса тоже не очень много времени и с высокой вероятностью здесь в данном случае я ничего не могу вам говорить четко если про пригожина я четко сказал что мятеж на носу прямо и назвал это мятежом вот-вот то здесь я не могу говорить четко но с высокой вероятностью уже осенью мы получим повторение данного кризиса в том или ином виде с различными вариациями и связано это будет именно с тем на что на самом деле рассчитывал пригожин и стоящая за ним группировка а именно с катастрофой фронта в настоящее время враг имеет превосходство в живой силе общее более чем вдвое над теми войсками которые сосредоточены нас в действующей армии враг имеет на всех основных направлениях превосходство теперь уже не только в людях но и в значительных во многих видах боевой техники враг скоро получит боевую авиацию которая у него не было в течение первого полутора летия войны по ряду видов боеприпасов враг очень серьезно превосходит наши войска а на основных направлениях он превосходит нас в количестве и обычных боеприпасов и на не основных еще больше к сожалению то есть если отражая условно говоря наступление в запорожье на херсонском направлении наша артиллерия может не экономить или экономить немного то это достигается в том числе за счет весьма бедного снабжения многих других направлений в частности донецкого и других в то время как противник и там уже может себе позволить не экономить это опять же мне сообщают с фронта и сообщают из многих мест чем дальше правда будет продолжаться война чем дольше мы будем делать вид что у нас не война а специальная военная операция то есть некая заграничная колониальная кампания тем больше будет возрастать сила противника тем хуже будет соотношение сил на фронте для нас и тем лучше для них напомню что именно осенью прошлого года противник нанес свой удар разгромив где тонко там порвалось в Харьковской области наши войска под Купянском Балаклее и Изюмом только чудом не окружив первую гвардейскую танковую армию в основном за счет собственных ошибок тактических но заставив ее бросить большую часть своего вооружения и панически удирать за что как было известно генерал-лейтенант Лапин который там покомандовал стал генерал-полковник что тоже очень интересный прецедент в нашей истории не частый скажем прямо тфу-тфу но осталось только отравить Теплинского и будет чистая картина со Скопиным-Шуйским как раз вооружение то есть кризис вероятный который повторение острейшего кризиса после которого не обязательно но могут на Москву пойти уже не ванды Пригожина а я подчеркиваю что несмотря на то что я понимаю что Вагнер фактически на данный момент является одним из боеспособнейших соединений российских войск может даже объединений можно говорить тем не менее по факту это банки по политической своей и прочей составляющей это не государственные войска так вот на Кремль могут пойти уже не банды Вагнера а доведенные до совершенного бешенства части соединения российских войск разбитые на фронте такое возможно и я не каркаю а пока есть хотя бы малейшая возможность изменить эту ситуацию призываю население планеты розовых пони как я их именую живущие на другой планете от земли предотвратить ту катастрофу которую они сами рукотворно создают в том числе полным игнорированием того наглядного урока который преподнес Пригожин пару недель назад примерно так да слушаю вас в сети много там читаю людей которые по большинству с вами согласны но тем не менее начинают все которые признают мобилизацию и вы уже говорили не раз над этим может быть еще раз что вы имеете под этим потому что люди воспринимают это исключительно как личную мобилизацию просто живого ресурса а тем не менее раз не видишь какая у нас обстановка и кто у нас в управлении государственной армии в частности то сетуют на то что это люди основная масса людей которые сетуют значительная часть из них это разного рода боты и пропагандоны но конечно есть и живые люди которые действительно считают что по большому счету наплевать чем эта война кончится его лично результат не коснется а на фронт ему идти не хочется от слова совсем и есть идейные противники вообще войны как таковой которым естественно эта мобилизация не нужна потому что они считают что эту войну лучше проиграть но давайте возьмем будем считать что речь идет действительно о каком-то проценте кто не понимает о чем я говорю на самом деле и считает что я говорю только о том чтобы его любимого взять из теплой постели от жены дать ему в руки автомат и погнать его в окоп и умирать неизвестно на что когда я говорю о мобилизации в первую очередь речь идет о том чтобы сначала определиться что мы собственно делаем мы воюем у нас идет большая серьезная война прекратить ее так же как прекращал ее товарищ троцкий ни меры ни войны армию распустить все прекрасно наверное помнят чем это закончилось это закончилось тем что ни меры ни войны армию распустили а вражеская армия пошла вглубь территории России захватывать все что ей хотелось и нравилось здесь ситуация нисколько другой не будет от слова совсем точно такая же но это не главное главное в том что для того чтобы избегать катастрофы а поражение в этой войне на мой взгляд будет катастрофой которая на порядке превысит по жертвам потерям те жертвы которые уже понесены на порядке нам необходимо в этой войне победить для победы нам нужна стратегия для победы необходимо четко осознавать что мы хотим от этой войны это тоже часть того понятия мобилизация о котором я все время говорю у нас в качестве идеологии которая до сих пор по сей день из каждого утюга звучит слышится следующее нашей целью является некая демилитаризация Украины с заключением компромиссного соглашения по которому Украина откажется от милитаризации откажется от вступления в НАТО в общем все ну как бы подразумевается что те регионы которые официально присоединены к Российской Федерации по линии фронта подчеркиваю перейдут в состав Российской Федерации но это нигде четко не прописано нигде не сказано что Запорожье и Херсон непременно Путин об этом не заявлял Песков об этом каждый день не говорит что эти регионы будут освобождены и там допустим та часть Донбасса очень значительная фактически две трети Донецкой области которые достаются под контролем противника что они будут возвращены в состав России хотя в 14 году жители этих районов голосовали почти ну почти на 100% за вхождение в состав России за независимость и не дали им проголосовать за вхождение в состав России только распоряжение из Москвы так вот сначала мы должны принять стратегию на полную победу потому что им нового не дано а потом приняв данную стратегию мы должны на государственном уровне принимать меры которые которые позволят эту стратегию реализовать и конечно же необходимыми составляющими частями реализации этой стратегии является мобилизация в нашей стране которая не означает что каждый мужчина или допустим каждая военно обязанная женщина должны будут быть поставлены под ружье и отправлены в окопы вооруженные мосинками и железными касками по образцу Донецкой и Луганской народных республик это означает комплекс мер по созданию кроме увеличения армии необходимых для армии производств по оптимизации системы транспорта по реальному обеспечению общей и государственной безопасности в тылу российской федерации как вы все прекрасно знаете диверсии происходит каждый день об этом даже сообщают средства массовой информации релейные шкафы поджигают практически каждый день на территории России рано или поздно количество поверьте перейдет в качество и система транспорта будет разлаживаться чем дальше тем больше мобилизация как я уже медицинского обеспечения с необходимым развертыванием необходимых новых госпиталей лечебных учреждений различных как для гражданского населения так и для военного мобилизация трудовых ресурсов для новых предприятий которые будут производить необходимое вооружение и все обеспечение для увеличивающейся армии то есть будет произведен тот комплекс мероприятий который производился начиная с 22 июня 1941 года в истории нашей страны и который в итоге несмотря на страшные поражения того же 1941 года в итоге обеспечивал нам победу в тяжелейшей и кровавейшей войне сейчас теоретически если бы эти меры были приняты можно было бы избежать таких колоссальных жертв завтра если мы тканем в смуту мы их не избежим уже никак думаю что нам бы хватило для полной победы над Украиной полумиллионные армии дополнительно имеющиеся которая была бы хорошо снабжена хорошо обучена и выстрелена на фронт но это работа ни одной недели ни одного месяца для того чтобы сейчас создать полумиллионную армию у нас не хватает ни боевой техники ни снаряжения ни личного состава ни командования ничего как раз мобилизация страны общая мобилизация позволила бы создать сначала условия для создания такой армии потом создать такую армию потом обеспечить ее всем необходимым вести бой победить способна ли нынешняя власть на такое в нынешнем ее виде к сожалению нет по одной простой причине полная тотальная безответственность власти в том числе изумительно проявившаяся во время мятежа Пригожина на всех уровнях во всех сферах и вообще в ходе этой войны она делает власть недееспособной для проведения столь важных столь необходимых острейше необходимых но достаточно экстренных и очень ответственных на самом деле мер за такие действия необходимо отвечать по полной программе любому руководителю а наши руководители привыкли извините пользоваться рентой с народа со стороны из государства при этом жрать даже не в три пуза я не знаю во сколько и делиться мизером со своей обслугой больше они не привыкли ни к чему наше к сожалению чиновничество наша высшая власть это гедонисты никакой идеологии они не имеют ни за что ничего еще вдобавок не умеют и за что ни за что нести ответственности не хотят теперь я хотел бы по мере поступления вопросов ответить повторите пожалуйста свой вопрос а по мне даже ну про башню насчет двух башен если одна башня это кореньянка которая хочет все сдать капитулировать а вторая башня получается ельцинская семья она же тоже как-то не очень нацелена на победу между кем выбирать патриота как говорит владимир грубник наверное слышали наши не придут наши это мы ну да к сожалению наших во власти нет их просто нету их нету наверное даже даже не с 91 года потому что если бы по власти до 91 года были люди которые думают реально о стране о народе о государстве они бы не стали взрывать Советский Союз изнутри а попытались бы действительно провести необходимые реформы а не уничтожать государство путем его подрыва со всех сторон динамита соответственно за 30 лет ситуация в этом отношении ничуть не улучшилась а скорее ухудшилась особенно она ухудшилась при власти нашего действующего президента поскольку на всю первую половину его правления пришелся бум сырьевых цен и на него пролился золотой дужки частью которого он поделился с населением ну между пальцем что-то протекало у него хватило единственного ума подставить руки и в эти руки полилась невиданная благодать которую не видел ни Советский Союз времен Леонида Ильича Брежнева допустим ни Борько Алкаш со своей командой полились действительно гигантские средства которые он истратил в основном на то чтобы сделать олигархами все свое близкое окружение миллиардерами мультимиллиардерами чтобы создать отдельный от России подчеркиваю класс сословия сверх богатых людей которые ничем не заслужили свое богатство палец о палец не ударили чтобы его получить а получили его просто по факту того что они оказались в нужном месте в нужное время и как надо говорить не хлопали ушами россия управляет мафия состоящая из нескольких составных частей часть этой мафии образовалась в 90-е характерными представителями являются прославленный Анатолий Борисович Сагал прошен чубайс ну там соответственно со всеми либеральными руководителями со всеми девятью по-моему или одиннадцатью вице-премьерами которые сейчас проживают за границей Козырев который во Флориде проживает и так далее Касьянов прочее часть этой мафии которая на данный момент занимает центральную позицию сформирована непосредственно при Владимире Владимировиче и состоит из его друзей приятелей и прочих родственников и знакомых кроликах как известно помните такое Винни-Пух про Винни-Пуха цикл там были родственники и знакомые кроликах их было очень много самым мелким был Сашка Букашка да то есть но тем не менее все до самого до Сашки Букашки в данном случае Пригожин это один из таких Сашек Букашек стали супер богатыми людьми просто получив доступ к власти и к возможности попасть под золотой дождь ресурсной ренты при этом как бы при Путине его по-настоящему серьезное достижение которое обеспечиваем авторитет во всех группировках мафии только в том что он сумел добиться соблюдения внутри этой мафии некоего общественного договора внутреннего который говорил о том что во всех противоречиях во всех кризисных ситуациях и сложных случаях надо договариваться и обращаться к арбитру а не хвататься за пистолет и не стрелять друг в друг то что было в 90-х допустим Путин сумел укрепить государственный аппарат и сделать чиновников слить чиновничество олигархию в один класс в одну страту в одно сословие благодаря чему как вы помните появились такие замечательные идеи кто знает вы наверное слышали о новом дворянстве и так далее и тому подобное но при этом группировки внутри правящей мафии они сохранились сохранились хотя бы потому что интересы различных ее группировок они не одинаковы допустим для производственников для тех кто сумел завладеть или получил тем или иным способом контроль над машиностроительными ну любыми производствами на самом деле предприятиями для них интересны одни направления дальнейшего развития стран для большей же части там не обязательно только группировка 90-х годов там значительная часть друзей и приятелей кролика тоже как бы относится к этой категории Россия нужна только в виде трубы по которой отсюда перекачиваются ресурсы на запад причем большая часть денег и средств которые получаются в обмен на эти ресурсы остается на западе в их личном распоряжении пока труба работает пока она эффективна по большому счету этих людей не волнует ничего их все устраивает именно они перевезли большую часть своих семей ресурсов средств накоплений на запад именно они не считают что Россия вообще нужна в качестве целостного государства при этом многих из них не устраивают такие обременения на этой трубе как армия ядерное оружие флот образование культура медицина которые они продолжают методично сносить и продолжали методично сносить в течение всего времени правления Путина про медицинное образование вы все знаете очень хорошо как они разрушались в стране разрушались методично тщательно непрерывно и достаточно радикально но пришел момент когда противоречия между этими группировками достигли максимум этот момент естественно обострел войной кризис четырнадцатого года в котором в создании которого я лично так вольно или невольно участвовал это здесь могут быть разночтения он непрерывно развивается с момента с того момента как он произошел из него есть только два выхода либо переход власти к той группировке которая настроена на сохранение и развитие страны в качестве независимой суверенной державы которая будет заботиться о своих интересах просто потому что основная часть собственности ее собственников находится здесь и никому они на западе не нужны или та часть больше правящей мафии которая сейчас есть просто уничтожит страну в обмен на прощение со стороны запада и поделившись контролем над трубой и над ресурсами создаст здесь кучу различных государств массу различных чего которые будут просто поддерживать перекачку ресурсов уже без тех обременений которые необходимы для поддержания российского государства хотя бы в том виде в каком она сейчас есть я надеюсь что вы все четко понимаете а если не понимаете я вам скажу прямо из этой войны у нас другого выхода нет либо в случае поражения которое мы понесем на фронте или последующего разгрома и смуты мы будем раздроблены оккупированы с потерей огромной части населения с потерей контроля над всеми ресурсами с потерей государственности и суверенитета как таковой либо нам необходимо победить и уже с позиции силы договариваться с западом выстраивать здесь экономическую социальную и политическую автарки которая позволит сохранить большую часть населения которая даст России как государству в будущем но именно этот вопрос наша действующая власть решать категорически не хочет по одной простой причине ее все устраивало в течение 30 лет плюс 20 с лишним путинских обратный отбор при котором чем меньше ты делаешь тем больше имитируешь деятельность тем выше ты продвигаешься тем лучше ты получаешь среди чиновничества он практически завершён чему мы опять же являемся свидетелями в рамках Пригожинского мятежа полная недееспособность вообще всего даже обязанные выполнять определённые функции люди просто их не выполняют их никто за это не наказывает превращение всего государственного аппарата в совокупность пирамид пирамидок цепочек лично зависимых друг от друга чиновников при котором может твориться все что угодно но только личная преданность является единственным критерием пребывания в данных структур оно делает наше государство совершенно недееспособным и в этой войне с Украиной нас спасает только то что с той стороны то же самое в той или иной степени в меньшей или в большей отсюда вывод башен на самом деле больше там двух больше трёх их несколько как минимум и когда я назвал фамилию Киренко предположительно я пользуюсь не более чем слухом еще не факт что он там играет роль какую-то кроме как носителя дурацкого колпака такое тоже может быть по-настоящему правящая мафия абсолютно закуплена очень жестко оберегает свои корпоративные тайны и не позволяет им выбраться вывалиться в широкие массы населения средства массовой информации абсолютно ручные даже оппозиционные так называемые потому что они работают фактически на одной из группировок правящих группировок давно уже не являются независимыми даже формально спецслужбы правоохранительные органы целиком подчинены задачам чрезвычайно далеким от тех которые прописаны в их функционале что опять же мы видим просто на примере того что совершается комплекс государственных преступлений а все государственные органы власти которые обязаны следить за соблюдением законодательства делают вид что ничего не есть и в данном случае таких примеров наверное миллионы я не говорю даже о тысячах миллионы каждый день постоянно не прерыв там еще массовый вопросов про замену населения можно говорить и так далее и тому подобное так вот мне откровенно говорят противны все башни я никогда не стремился ни к власти ни к богатству но я считаю что задача рассерженных патриотов если такие как есть войти в союз с теми кто не заинтересован в распаде страны и совместно с ними попытаться не дать ей развалиться потому что если искать мести и только ее то во первых и отомстить толком не удастся поскольку все основные виновники удерут как они собственно удирали из два возникла ситуация с пригожим когда бизнес джеты стартовали со скоростью мух разлетающихся от дикого хоса а во вторых ни к чему хорошему это не приведет кроме войны всех против всех и развалов но как оно все будет на самом деле мы не знаем мы можем только предполагать подчеркиваю сырьевая составляющая российской экономики те та часть мафии которая сидит на перекачке сырьевых ресурсов из России за границу она чрезвычайно просто чрезвычайно просто чрезвычайно можно вопрос на этой грустной но абсолютно объективной ноте можете ли вы посоветовать тогда русским людям ну только русским всем же нашей стране заранее готовиться к этому путем делания схронов путем максимально официальное получение большего количества зарегистрированного оружия к ним бензина гсм и так далее потому что ну куда повернется если не повернется слава богу это не придет пригодится у каждого советского человека в гаражах стояло 20-40 литров бензина и так далее у бабушки соль короче сахар советуете ли вы я понимаю что вы не можете призвать иначе тут сейчас все скажут стрелков призвал тут уже готовится я не призываю глупости я попробую обосновать я понял ваш вопрос спасибо давайте я попробую ответить на ваш вопрос на самом деле то о чем вы говорите очень близко к идеологии выживальщика знаете такая есть некая интернет секта которая призывает там гречку копить тем не менее это она очень старая дело в том что как это как я уже тоже очень немолодой человек 52 года в этом году даст бог до 53 даже что не факт я вообще очень скептический в этом отношении вот не зарекаюсь все что сейчас вы сказали 90-е годы тоже дискутировать среди людей когда я был примерно вашим возрастом тоже значит допустим это раздача красных карточек это нулевые это после выхода книги биркэм алиатами мародер каратель там в интернете еще только как бы на охватывающем населении появились красные карточки кто готов убивать американского оккупанта когда он к нам придет и так далее и тому подобное вот собственно выживальщики оттуда растут нет я не буду призывать никого заливать строить схроны закупаться оружием это будет должен делать каждый сам как он сочтет нужным я призываю к другому к единственному что может обеспечить выживание максимальному объединению всех честных русских людей и не только русских а всех кто проживает в нашей стране кто считает ее своей родиной и кто не планирует сесть на бизнес джет и отсюда удрать при первом удобном случае не подождите я не договорил есть такой закон истории социальной вообще социума и так далее там чем больше коллектив тем больше шансов на выживание каждого члена данного коллектива при этом не важно насколько это ну важно но не в первую очередь насколько этот коллектив вооружен сколько у него бензина сколько у него горючее численность и готовность действовать сообща готовность помогать человеку независимо от того сват он брат враг или друг но члену своего социума почему русские люди и кстати не только русские сейчас во многом уступают мигрантов почему их боятся мигранты сплочены их по-прежнему намного меньше русских на территории российской федерации и не только русских опять же потому что ну во многих национальных регионах там проблема среднеазиатской миграции тоже стоит очень место но они сплочены они сильны они готовы помочь своему независимо от того он прав он или виноват вообще не интересует прав он или виноват своего бьют неважно пусть он сам агрессор пусть он там совершил самое страшное письмо и они все встают на его защиту наше же общество достигшее определенного уровня развития определенного уровня цивилизации зараженные фактически всеми болячками западного мира которые его погубят в ближайшее время и могут также погубить нас оно атомизировано чрезвычайно атомизировано если эта атомизация не будет преодолена глубоко все равно будет у вас ружье или не будет если допустим вам потребуется создать дом оборону как это было во время гражданской войны когда все жители определенного дома просто чтобы защититься от уголовников и бандитов создавали самооборону в каждом доме в чем не важно кто был жду зачастую кто бывший дворник дом общий и вы ограбите всех если туда придут сможете вы вот сейчас в вашем доме за счет вашего авторитета даже обладая оружием создать такую самооборону думаю нет и никто из не сможет и я не смогу поэтому нам необходимо тем кто понимает какая пропасть разверталась перед нами когда разверт если она развертится реально создать структуру которая будет действовать в рамках всего государства и свою относительную малочисленность компенсировать сплоченностью пожарной команды которая тушит пожар в то время как намного большее число жителей будет разбегаться в разные стороны паниковать выпрыгивать и гибнуть просто в ситуации паники только в этом выход а уж кто чего там закупит патроны оружие медикаменты в первую очередь если уж на то пошло закупать длительного хранения и продовольствие длительного хранения если вы заразитесь произвините тифом и не сможете сделать себе необходимое ввести себе препараты все равно будет у вас пулемет или не будет вы все равно сдохнет от этого тифа вот примерно так можно сказать а если вы будете в коллективе вот в чем выживальщики они все знаете есть такие они сами про себя пишут рассказы как вокруг полный крах там гибель а вот они выживают жрут накопленное там добывают ништяки и все у них прекрасно и причем в их мире нет ни болезней ни голода ничего все у них прекрасно нет только объединение коллективов только понимание общности целей только понимание того что нам некуда отсюда бежать и что нам надо будет выживать здесь и для этого взаимодействовать пусть даже с теми людьми которые нам не шибко то нравятся только это будет залогом выживания и нашего народа и нашего государства в этом плане кстати мобилизация многое покажет она все равно будет кстати потому что не фактически даже если мы не потерпим до осени тяжелых поражений к осени у нас будет такая нехватка в войсках личного состава в результате потерь дезертирства и всего прочего что она просто будет неизбежна и на нее придется пойти властям как бы они того не хотели они очень не хотят ваши вопросы Игорь Иванович пожалуйста осуществить точнее ваш прогноз по поводу военно-политической обстановки на вторую половину лета и начало оси спасибо ну ваше видение эти ситуации исходя очень многое мне не известно естественно я ко мне я действительно получаю информацию ну какие-то отрывки оперативной информации с фронта я получаю но допустим мне не известно положение в нашей военной промышленности так же как для вас мне для меня тайна за семью печатями помогает нам Китай и вспомогает то чем и как я могу только предполагать но поскольку предположение в данном случае они имеют очень зыбкое основание ну болтать просто трепать языком там как Юра подоляка я не буду то есть в та мозаика которая выглядит которую я складываю для себя в понимании оперативной и общей обстановке в стране она очень обладает огромным количеством лаку и соответственно те прогнозы которые я могу давать они имеют очень серьезную ущербность но я все-таки отвечу на ваш вопрос как я вижу развитие ситуации на самом деле 50 на 50 прорвут уважаемые партнеры киевские нашего Кремля фронт или не прорвут до осени но в любом случае если во власти ничего не сдвинется ничего не изменится и не начнется переход на военные рельсы рано или поздно они его прорвут и это к сожалению неизбежно это не значит что я считаю что это хорошо нет конечно если бы я был таким как Пригожин ублюдком извините за выражение я бы этому радовался если бы я стремился к власти на это на трамплине того что наша армия а он это кстати говоря на этом и подпрыгивал вся его критика властей она базировалась на том что вот смотрите как они плохо сделают а вот я вот такой замечательный красивый а вот я то сделаю лучше помогите мне захватить мне и тем кто за мной стоит хотя он аккуратный он в этом отношении никогда ничего не говорил кто за ним стоит затяжная затяжная длительная война даже если она не придет к нашим крупным поражениям она для нас убийственна с каждым месяцем Украина будет получать больше вооружений больше ассортимент этих вооружений чем было до того а недовольство внутри России будет все больше и больше копиться во всех отношениях не только среди уроссерженных патриотов у городского населения мегаполисов раздражение оно растет не из-за того что мы терпим неудачи на Украине а из-за того что мы вообще воюем и то количество смузи которое они могли выпить или пиво которое они могли выпить до войны оно значительно уменьшилось иномарки подорожали чрезвычайно высоко растет даже общественный транспорт растет рубль падает цены растут все это вызывает у большого количества населения недовольство обычного обывателя которое будет тщательно подогреваться как раз теми сырьевыми группировками которые против этой войны всегда были против этой войны и стоят за пригожинским мятежом пойдут ли они уже осенью наш новый штурм власти зависит от того потерпят ли наши войска поражение до этого до нового крупного поражения серьезного разгромного во многом ситуация может длиться до года включительно такая постепенно но непрерывно ухудшаяся для нас но в целом я думаю что более менее стабильно будет до осени осенью будет хуже вот примерно так хотя все это вот пьеме по воде потому что на самом деле враг может прорвать и завтра и послезавтра и через неделю кто по очереди вы по моему задавали да я хотел бы задать вопрос вот вы говорили про мобилизацию и то что нужно выработать стратегию ну и вообще идеи какие-то ну чтобы для общества чтобы люди это воспринимали и понимали чего это все происходит а кто будет этим заниматься вот конкретно кто это может реализовать и вообще кому вообще ну обычно людям нужно идти чтобы спрашивать чукова знаете вы слышали такое выражение глаз вопиющего в пустыне не слышали когда-то это было выражение которое знал фактически каждый но у нас очень мало людей знакомых со священным писанием поэтому ну это означает человека который там в данном случае который обращается в пустоту которого никто не слышит вот я вот такой вопиющий в пустыне с 14-го года с самого начала мне было ясно чем это закончится сколько насмешек за все эти годы я потерпел публично и заочно это просто не пересчитать сейчас я говорю банальные вещи которые для меня ясны были уже тогда которые я вынужден повторить на политическом поле России должна возникнуть не фейковая не по указанию администрации президента построенная симулякровая она реальная патриотическая политическая сила ее сейчас нет симулякров в море а предпосылки к этому есть чтобы она не возникла а вот здесь вчера я рассказывал здесь анекдот про реальные виртуальные кто-то слышал кто-то нет реально у нас виртуально у нас три миллиона долларов а реально две проститутки один старый педераст это был конец этого разница между виртуальной и реальной так вот объективно у нас потребности предпосылки для создания серьезного политического общественного движения все есть потребность вообще огромная по сути это единственная возможность для здоровой части общества которая не хочет чтобы страна превратилась в пылающие развалины и той части элиты которая заинтересована в том чтобы сохранить свои богатства основы которых здесь а не поделить их с иностранными интервентами которые еще неизвестно поделиться кстати или нет вот она просто необходима такая сила а реально а реально а реально а реально ее нет реально есть захарушка прилепин есть единая россия есть кпрф с папой изюм в общем вам какое говно твердое или мягкое выбирается вот у нас полный лоток говна вот разные виды пожалуйста ах вам хлебушка захотелось нет только говна но комитет рассерженных клуб рассерженных патриотов это попытка очередная попытка создать движение на политическом поле как вы заметили делая идут ни шатка ни валка ну это просто видно потому что мы в апреле создались и что-то у нас не помещение не офисов наверное что ну правильно да зато есть минирование листвы то есть вместо того чтобы помогать той силе которая объективно подчеркиваю настроена на сохранение в том числе той же самой бюрократии и военной бюрократии и прочего потому что без никак без бюрократии никакое государство существовать не может те же самые бюрократы усиленно борются с теми кто является их потенциальными союзниками вот это реальность это реальность и не надо здесь знаете я не буду здесь рассказывать вот мы сейчас все как один завтра там создадим мощную силу придем к власти выберем своего президента и все у нас будет замечательно это было бы бла 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 дальше слушайте соловьева и коношенко там примерно одинаковая степень правдивости в словах нет нету такой силы на данный момент задача ее создать есть чтобы просто даже не для того чтобы достичь каких-то там на марс слетать или условно говоря повторить реиндустриализацию а просто чтобы сохранить страну вот задача причем каждого из вас она коснется вам у вас бизнес-джетов я думаю ни у кого нет может кто-то есть бизнес-джетов поднимите руки у кого есть бизнес-джетов опять нет объективно между прочим здесь должно два-три человека таких сидеть куда лететь то я не понимаю куда они летели то ну допустим мантуров азербайджан улетел а да ну а чё хорошая страна чё нормальная в израиль несколько человек улетела но там у нас в израиль там она у нас вообще две трети правительства могут там полететь свободно то есть по закону то есть и снова сагал и сагал и там появится я еще не ответил до конца вот так примерно нет необходимость есть силы пока нет пытаемся не очень получается так кто задавал нет не вы давайте игорь иванович что сейчас стоит делать патриотическому молодежи вообще то есть стоит ли идти добровать именно фронт может быть или фамилирует какие-то а вы мне вчера этот вопрос не задавали меня вчера не было это другое задание просто учитывая то что молодежь у нас в стране особенно подвержена эрозии всевозможными либеральными идеями гитаристическими в том числе а вот что может сделать скажем так ее патриотическая часть чтобы спасти нашу я уже сказал что надо делать надо в первую очередь объединяться это в первую очередь а идти или не идти на фронт если вас конечно на него не призывают если призывают надо идти в любом случае потому что это выполнение долга ну по крайней мере я так это вижу дали присягу извольте если когда вас призывают идти никакие обстоятельства не являются оправданием для измены присяги если уж она дана а если добровольцем это должен решать каждый единственное что посоветую в данном случае это идти туда где в нынешней ситуации ну по крайней мере надеетесь что встретите людей которые будут вашими единомышленниками и которые вас не пошлют в местные атаки чтобы просто вас убить ради того чтобы 500 рублей премиальных в день получить за активность понимаете меня да ну что еще можно сказать а что стоит делать допустим ну с либеральной частью скажем так так 282 мне клеите ну я шучу на самом деле на самом деле мне сложно меня сложно напугать как вы наверное знаете все я уже приговорил по жизненному заключению то есть вот еще должен 280 миллионов долларов 480 миллионов долларов извините вот в качестве я должен выплатить жертвам самолета который я не сбивал родственникам ну это кстати улыбок мало то есть это такая хреновая шутка то люди действительно погибли вот но я его не сбивал вот хотя бы очень расстроен этим это факт не хотел я этого да и никто на самом деле не хотел нет кто то хотел это понятно кто то кто сбивал тот кто этот самолет направил на Донбасс изменив его траекторию полета он должен был севернее пройти ну это так просто к словам а я сбился извините вот как стоит строить диалог патриотической молодежи с либеральной или гимнастической частью или вообще закрывать на них глаза в свои кресты как стоит их агитировать сейчас вы за их сейчас к тем убежденным либералам вы до мозгов не достучите очень такой пример был интересный я вот как историк гражданской войны прошлой несостоявшийся историк правда знаю очень много интересных как бы вещей из прошлого смотрят вот допустим двадцатый год лето крым врангелевцы еще наступают русская армия врангеля то есть еще как бы ну и в ялте по-моему или где там или в севастополе прошел суд над русской интеллигенцией ну это вот так вот знаете как типа общественное мероприятие на который опять же часть интеллигентов обвиняла саму интеллигенцию ну то есть как бы театрализованное представление приводило что посмотрите что вы сделали что вы сделали покайтесь то есть что вы сделали со страной то есть своими либеральными идеями со своим безответственностью своей болтовнёй что сначала свергли царя потом оказалось что вы ни к чему не способны что царская бюрократия вместо нее вообще ничего не смогли построить и вот посмотрите вот идет война там миллионные жертвы в основном причем от тифы и от голода а не от там всего остального покайтесь ну так что в зале встали и начали кричать не покаемся не покаемся очень многие встали и начали орать вот так вот в итоге то есть даже трех лет гражданской войны тогдашним либералам не хватило для того чтобы многим подчеркиваю не хватило для того чтобы понять что в общем то мир то он не такой как в их розовых мечтах на их не понять что совсем другой и что когда люди пытаются применить свои умственные построения причем даже часто не свои а чужие к реальному миру иногда возникает катастрофа но это не все допустим тоже правительство в ангеле оно состояло где-то на две третей третий из людей которые в свое время приветствовали февраль семнадцатого года но очень сильно поправили как тогда говорили посмотрев на результаты своих собственных действий то есть формально сохранив там партии там эсеры кадеты и прочее они все уже совсем не так начали наблюдать за ситуацией как они смотрели на это три года назад многие иллюзии рассеялись многое понимание пришло вот пока у нас значительной части наших искренних но не очень умных либералов под нос то дерьмо которое они сейчас сами формируют значительной степени но не только они не подсунется они ничего не поймут ничего для того чтобы созреть потребуется время я могу привести пример из своей семьи у меня отец тоже поддерживал демократическую платформу и я с ним спорил я уже тогда был ультраправым если можно сказать но не ультра а правым вот мне не нравился ни Горбачев ни Ельцин одного я считал слезняком второго предателя вот я понимал чему приведет демократизация что она придет к распаду страны и неизвестно там я тогда уже понимал что гражданская война будет обязательно вот или серия гражданских войн собственно как произошло а он там типа да нет ты не понимаешь умный человек с высшим образованием и хороший инженер он там депутатом даже избрался только спустя десять лет уже в начале нулевых он признал что он что я был прав тогда студент а не он потребовал 10 лет это при том что он ничего на этом не заработал его в итоге из репутатов вышибли после 93 года вот ну то есть не из этой он оказался в категории вот тоже восторженный демократ что называется вот так же будет и здесь не стремитесь навязать свое мнение там где оно встретит непонимание не мечите бисер перед свиньями ибо обратятся на вас и растерзают вас как сказано в писании но если конечно придется противостоять им если они противостоять буду вы будете действовать на благо страны тоже не особо стесняйтесь все что я могу вам сказать спасибо пожалуйста да вы возвращаясь к мятежу если как вы верно заметили мятеж не имел цели свершения власти то возможно те кто отказать нет нет не свержение власти а свержение системы а определенных людей от власти планировалось убрать то есть смены власти но не смены системы как вы считаете люди которые отказались стрелять мятежников которые все-таки свои не были ли они правы и не оградило ли это нас от многотысячных жертв в том числе гражданских потому что в итоге удалось договориться с минимальными жертвами очень да вы знаете очень хорошо иметь после знания это колоссальная на самом деле выгодность очень очень многие так называемые историки рассуждают как надо было бы делать таким-то и таким-то политическим или военным деятелям чтобы выиграть войну избежать революции вот начиная допустим Николай второй почему Николай второй давно не послушался в четырнадцатом году который был категорически министром внутренних дел категорически был против войны с Германией и так далее и так далее перечислять можно бесконечно бесконечно сейчас мы знаем о том что мятеж закончился так как он закончился хотя ничего не кончилось подчеркиваю еще раз подчеркну ничего не кончилось потому что не устранены не только причины не устранены даже действующие лица все на своих местах насколько я знаю позавчера у Варшавского вокзала здесь у вас в Питере был митинг в поддержку Варнера и полиция с Росгвардией сделали вид что ничего не происходит их никто не разгонял бомбу там никто не закладывал нормально насколько я знаю у Пригожиной изъяли много законного оружия в том числе автоматического а не только один именной глоб от министра обороны там были штурмовые винтовки западного производства и много еще чего извините любого из вас за них закатали бы даже не условно все нормально ему все вернули все потому что да потому что ну вот в том что мы говорим не устранены ни причины ни даже лица более того митинг показывает что он без его естественно команды это не могу произойти без разрешения хотя бы без это означает что он не отказался от политических амбиций и прощупывает ситуацию ну это значит что мятеж не закончен ну да острый во фазах но уже отвечаю конкретно на ваш вопрос если бы да кабы да очень сложно военным было открыть огонь по тем кого они считали боевыми товарищами еще по приказу тех которые они тоже презирают тем более военным которые не понимают политической ситуации не понимают чего хотел пригожин он же не заявлял открыто что он собирается капитулировать а разъяснить им даже показать им мое собственное выступление им же никто не показал как я комментировал его призыв тогда что украина права в этой войне никто не показал здесь можно и нужно говорить о том что эти люди если бы не выполнив приказ они не не сберегли жизни они просто не выполнили свой долг потому что они не понимали необходимость его выполнения и не более того изменить сложить ситуацию хоть чуточку по-другому возможно их бы осудили также как генерала Хабалова командующего Петроградским военным округом который в феврале семнадцатого года тоже крайне стремился избежать правопролития и всеми силами саботировал приказы императора о реальном вводе о наведении порядка во первых войсках во вторых о вводе войск против бунтерщиков если бы Хабалову я думаю годика через два я не помню кстати как сложилась его судьба был ли он жив или не был выпустили из Петерополомской крепости большевики с правом ношения лундира о видите как замечательно но я думаю что даже Хабалов если бы годика через два объективно оценил свои собственные действия по хорошему ему надо было пойти и застрелиться как сказал а его а его как бы его и временное правительство по-моему никак не наказало посажен там что следствие ну да видите вы хорошо лучше меня знаете этот момент но по сути по сути он не принял опять же вот какими бы гуманистическими он свои действия взглядами не оправдывал по сути он стал открыл дверь для гражданской смуты в стране не выполнив свой долг не выполнив свой долг я считаю что если военный дал присягу он должен ее выполнить в этом залог существования государства если военные не будут выполнять приказов если военные не будут выполнять присягу это государство не будет существовать и пригожинский мятеж как раз показал что мы уже на грани существования именно потому что военные не выполняют приказы, которые требуют от них присяг. А что касается меня, как бы я действовал, я уже об этом сказал. Понимая, чего несет Пригожин, я бы призывал, а если бы возможность, заставлял, в том числе самыми жесткими следствиями, если бы у меня была такая возможность, ему сопротивляться. Независимо от того, чем бы это кончилось для меня. Вот и все. Такой возможности у меня, к сожалению, не было. Появится ли она в будущем, очень сомнительно. Учитывая, что, опять же, вместо того, чтобы заниматься выполнением своих основных обязанностей, полиция, вместо того, чтобы бороться с бандитами, мятежниками и убийцами, занимается борьбой с основным офицером, который никакой угрозы к конституционному строю не несет. Ну, может быть, конечно, дискредитирует заслуженных участников СВО типа Пригожина. Ну, а вы, пожалуйста. Ну, скажите, пожалуйста, вы, наверное, давайте конкретизируем. Новая газета, вот Милашина, да, то, что это самое замечательное. Кстати, они довольно много знают по линии службы, но очень много негативного. Но это, тем не менее, как бы, это по линии службы. Я это озвучивать вообще не имею права теоретически, потому что это получено на службу. Ну, это эхо, да, то есть замечательно. Хотя тоже никуда Бенедиктов венечко не уехал, и все у него замечательно, все хорошо. На бизнес-джете, опять же, за Милашиной прилетел. Или, может, Моргенштерна мы имеем в виду, который недавно у вас... У вас в Питере же выступал здесь, буквально недавно, да? Да, там просто показывали трансляцию. А, ну, так все равно ее показывали при финансировании Газмяса, ведь, правильно, нашего замечательного? Лично Миллера, одного из, как бы, нашей либеральной СМИ, к чему я многочисленный, многократный свидетель, лгут ничуть не меньше, чем СМИ правительственные. И только поэтому им позволяли существовать вплоть до начала так называемой специальной военной операции. Не говоря уже о том, что, вот просто я вам скажу так, и во время первой кампании они были против нас, за боевиков, и во время второй чеченской кампании они были против нас, и за боевиков. Причем подчеркнуто против, как бы они ни старались все заглядать. Никогда они не писали ни одного слова о геноциде русского населения в Чечне, ни одного слова. А, между прочим, это было 40% населения. И тысячи людей были убиты, тысячи изнасилованы, там масса, огромное количество людей, никто не знает сколько. По некоторым данным погибло, там десятки тысяч русских были тем или исполненным способом вылизаны, убиты, и поэтому даже уголовных дел не возводилось. Факт в том, что все русское население было зачищено в Чечне. Ни одно либеральное СМИ не написало об этом ни одного слова. А вот о несчастных чеченцах, которые в том числе проделывали это, было написано очень-очень много. Поэтому, когда я говорю о наших либеральных СМИ, которые содержались на средства газмяса, Роснефти и прочего, говна, извините за выражение, я не говорю в данном случае о производственниках, о тех, кто мне руководит. Или как Мишу Леонтьеву, я очень хорошо знаю. Человек просто спился, потому что ему нравилось, он понимал, что он врет. А поскольку человек был неплохой, он просто сел на стакан и сначала пил по вечерам, потом стал пить само утро. И пропал. Потеряли пацана, да, как в песне современной поется. На-на-на-на-на-на. А ведь хороший был парень. Я, ну, не парень, мужчина, то есть, он старше меня, я с ним знаком был. Даже приятельство, увозил его по Грозному в свое время в своей машине. Показывал ему, как бы посты надо объезжать. И как боевики ездят, а как мы. Интересное было время. Я не знаю никаких независимых СМИ, начиная с нулевых годов. Никаких. Даже та же самая газета «Завтрак», которую я в свое время писал под псевдонимом. Кстати, я бы всякую чушь писал, к сожалению. Ну, по крайней мере, ошибок много дел. Сейчас бы уже так не написал бы. Но, тем не менее, даже она, в начале нулевых, она просто Березовскому продалась. Потом, когда Березовский разорился, они к Путину перебежали. Начали Путина расхваливать. Ругали, сегодня ругали, завтра расхваливали. Вообще, профессия журналиста, она очень... Почему я всегда избегаю... Почему я никогда не беру рекламы? Почему я никогда не беру заказных статей? Потому что на моих глазах честные, хорошие люди, которые, имея возможность зарабатывать только своей писаниной, рано или поздно принимали общие правила. Мой бывший друг Саша Бородай на этом стал полным подонком и предателем. А ведь когда-то был действительно патриотическим, честным парнем, журналистом и храмом, и СМИ, а теперь говно депутатское, предавшее все, включая своих товарищей. Особенно в 2014 году, когда от него очень многое зависело, он всех предал. Поэтому не знаю я никаких... Нет у нас в стране независимых СМИ. И не было. Начиная с... Последние независимые СМИ у нас, может быть, были в нулевых. И как раз именно в патриотической сфере. Может быть, какие-то там динозавры где-то в регионах и есть. Но и то, по-моему, уже давно не останутся. Я ответил на ваш вопрос? Ну, не совсем. Ответи на первую часть. А насчет того, как именно они обслуживают интересы... Ну, как они обслуживают? Если намерен происходит за какую-то оплату? Ну, а на что же они живут-то, интересно? Они что, хлеб сами сеют? Или жнут? Пишут за деньги. Существует, допустим, тот же эхо финансировалось от начала и до самого конца тем же Газпромом. При этом друг Путина Миллер являлся, естественно, что достаточно Миллера просто так вот... Что там, что там, почесать себе вот здесь вот и не было бы этого эха. Нет. Газпром-медиа, вот и эхо принадлежало Газпром-медиа. Ну, оно финансировало. В принципе, средства массовой информации, за редким исключением, они, как правило, убыточны. Больших гонораров они платить не могут журналистам. Даже сейчас в интернете попробуйте, продайте какую-нибудь свою статью. Попробуйте получить какой-нибудь донат. Я принципиально не беру донатов, не получаю, хотя мог бы их собирать. Там и за рекламу мне предлагали денег. Много раз. Да и сейчас постоянно почти предлагают. Но я это не беру. Но даже за рекламу все равно не хватит на жизнь. Даже за всеми донатами. Все журналисты, которые даже на донатах сидят, они... Больше их часть перебивается, ну, кроме как кошек, если кошки не занимаются, у тех все нормально. Кроме кошек все плохо. Нет. Не бывает же независимой журналистики, если государство специально этим не озадачивается. Не создает для этого условия. Для того, чтобы были независимые журналисты, государство должно их поддерживать. И давать им такую возможность. По-другому просто не бывает. По крайней мере, в нынешних условиях. У кого вопрос получился? Нет, с этой стороны был вопрос. Нет, у вас вы уже говорили. Так. Да, давайте вы. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, была ли реальная попытка к этому контр-наступлению в Краинск-Армии? Или это, скажем так, стратегия, которая успокаивает российское население, насколько я знаю, там не то, что была, она и есть реальная попытка. Бои продолжаются прямо вот сейчас. Другой момент, что зачастую люди, которые далеки от современного военного дела, они представляют себе контр-наступление, так как масса танков. Танковые ромбы, условно говоря, прорывающие фронт, там бежит пехота тоже тысячами. Сейчас уже так воевать нельзя. Сейчас, чем больше будет техники сосредоточено на определенном участке, если на этом участке готовы ее встретить, тем больше ее там и сгорит. Вот, что наши бои под Углидаром, наша попытка взять Углидар, где этот батальон Алгата погиб весь, но не весь, но значительная его часть, казанский. Что атаки противника на Запорожье, они все показывают одно. Просто дистанционное минирование, которое прекрасно владеют обе стороны, способно остановить любую танковую массу всего несколькими пусками ракет. Просто вот идет, уже прорвали фронт танковая колонна, несколько ракет рассыпают противотанковые мины, взрываясь в воздухе просто, кассетные. Минируют местность, начинает техника подрываться, пехота спрыгивает, опять же, и противопехотные мины можно так же рассыпать, больших количеств, намного больше. И все, и все это стоит, подрывается, пока не приехала инженерная техника, не расистил путь. Пока она приехала, успели подготовить новый рубеж обороны. Преодолевать это очень сложно. Противник пытался прорваться и пытается, поверьте, и будет пытаться, но несет большие потери, и уже нет у него того куража, который у них, допустим, был осенью, когда вот, но и у нас боевые порядки сейчас более плотные. Сейчас они пытаются как раз, поняв, что им не удастся одним ударом прорвать фронт, что они при этом несут слишком большие потери, и они пытаются его разжижить, условно говоря, размолотить. Но все фактически, кто пишет сейчас с фронта, пишут о том, что они, «Хаймерс» это достаточно дорогая ракета, тратят даже на отдельные пулеметные гнезда, на отдельные минометы. Хотя этот «Хаймерс» стоит, условно говоря, в 100 раз больше этого миномета. Просто как ракета. Они пытаются за счет выбить нашу пехоту, выбить наши средства ПВО, выбить нашу технику точно так же, как ее выбиваем мы. А поскольку у них людей тупо больше, а конвейер техники, который идет к ним с запада, он непрерывный, и мы, кстати, можем судить, им продают ровно столько техники, сколько у них сочли, американцы вот сочли у них безнадежно, то есть на все выведенные строя окончательно уничтожены. Вот им дают ровно такое количество техники, которые у них не смогут отремонтировать. Их расчет сейчас делается на то, чтобы не прорвать фронт, а прожать его, проломить, растянуть и прорвать уже потом, когда силы обороняющихся будут истощены. Наступление идет. Это не демонстрация. Где-то оно идет активнее, где-то оно идет менее напряженно, но и идет. И потери, кстати говоря, с обоих сторон очень велики. Не как просто при статичной линии фронта, не как при демонстрационных действиях. Большие потери с обоих сторон. Очень серьезные. У кого вопрос еще? До вас, да. Просто, уважаемый Евгений Иванович, если позвольте вопрос по гибели европейской цивилизации, вы сегодня упомянули, по двум вашим искажам я процитирую. Действующие ритм разрешают не просто христианство, которое прочно забыто в многих странах, но даже все институты, которые были построены на его базе. Это интерполирована значительная часть арабской элиты на партнерской должности в самой мировой элите. Вопрос следующий. Для чего западной элите надо было взращивать арабскую элиту в базовую враждебную европейскую цивилизацию, тем более принимать ее в мировую элиту, вместо того, чтобы организовать непосредственно получение медицинных ресурсов? И вот то, что мировая элита задалась целью уничтожить все христианские институты, является ли это главной причиной того, что развиваются такие деструктивные идеологии, как ЛГБТ, толерантность к исламской миграции? И почему объявлена такая война? Знаете, очень большой вопрос. Давайте я вам, плачу, попробую. Попробуйте сформулировать. Коротко. Первый, сначала. Потом второй, задайте. Первый, для чего создавать могу и силу, в данном случае, Саудовский арабел, а с ним рад, если можно непосредственно ее контролировать с помощью венового депутата. И второй вопрос, для чего уничтожать себя, грубо говоря, европейскую цивилизацию, если они выросли, эти элиты, европейская цивилизация. Скажите, для чего, следующий вопрос, для чего рим самоуничтожился? Из-за, я считаю, что с внутренним разрадом это очевидно. Ну, все вы знаете, там, наверное, слышали про эксперименты с мышами, да? Если что сделать, если создать мышам, идеальные условия для их существования. Кормили, жили сколько хочешь, еще все, чистят все сами, то есть убирают за вами воды, сколько хочешь, плодись и размножайся, все условия. Специально. То есть, сначала популяции начинают бешено расти, потом начинается, значит, стагнация, потом резкий спад, потом все вымирали. Этих экспериментов провели множество, и все, без малейших, ни эпидемии, ничего. Просто, не имея никакого стимула к борьбе за жизнь, все эти мышиные популяции погибли. Мне кажется, в человеческом сообществе действуют те же самые законы, во многом, которые действуют во всем остальном животном и растительном мире. Там, где нет борьбы, там, где нет конкуренции, теряется стимул к жизни, теряются некие важные составляющие. Общество теряет волю, общество теряет волю к борьбе, к жизни и так далее. И оно начинает вымирать. И тем более это быстро происходит, когда общество сталкивается на определенном этапе своего кризиса с молодыми, условно говоря, популяциями, с молодыми, в Довчайской, с молодыми цивилизациями, которые находятся, пусть на более низкой стадии развития, но которые живут в более тяжелых условиях сформироваться. Это, по-моему, стандарт. Почему север всегда сильнее юга? Почему в Ломбарде всегда богато, а Няполь всегда нищий и коррумпирован? Ну вот это всегда, просто всегда. Почему север Испании всегда более развит, чем юг Испании? Почему Германия всегда богаче, чем Астрия? Даже в самой Германии. Почему баварцы там больше пьют, а остальные немцы меньше? То есть северные. Ну вот масса, как говорится, вещей, которые, например, чем сложнее условия, тем больше человек вынужден реализовывать те способности, которые у него заложены. А способности, которые не используются, они, естественно, деградируют. И деградирует вместе с ним весь инструментарий, который под них заточен. Поэтому, как бы, вопрос во многом риторический, но отвечу конкретно по-арабским. Почему вообще закончилась эпоха колониализма? Потому что на той стадии экономического развития, которого достигли основные колониальные страны, стало невыгодно контролировать силой колонии. Достаточно было наладить, вот как я говорил сегодня, трубу, по которой сами местные элиты будут качать ресурсы необходимые в бывшие страны метрополии. Это стало выгоднее. Просто тупо выгоднее. Здесь можно погружаться очень долго в политэкономию. Говорить об общем кризисе капитализма, при том, что я не являюсь социалистом, хотя, хотя, в некоторых вопросах, может быть, в какой-то степени. Вот. Можно долго говорить о том, что действительно, когда человек ставит в угол материальные блага, он становится моральным уродом. Когда особенно эти материальные блага занимают главной, становится главной целью жизни, а для реального человек становится моральным уродом. В европейской цивилизации всегда стремление к материальным благам было очень сильным. Ну, собственно, как любой человеческой цивилизации, начиная с самого начала. Но оно всегда равновешивалось определенной духовностью. В данном случае в Европе это было христианство. Именно христианская цивилизация, которая очень серьезно требует, на самом деле, от своих членов самоограничения, она способствовала поддержанию баланса между стремлением к потреблению и возможностью самоограничения своего ради духовного развития. Отказ от христианства, от духовной составляющей без какой-либо замены делает основную часть чем дальше, причем тем больше, поскольку, допустим, отказ от христианства это же не 7-минутный момент, можно не верить, отрицать существование Бога, но при этом жить еще по заветам, как завещали отцы с бабушками, да, то есть уже дети будут меньше, внучки еще меньше и так далее. Кстати, мы у себя это наблюдаем, да, когда крестов полно, а причастию никто не идет, потому что не понимают, для чего это вообще нужно. Вроде бы, как крестики носят многие, а пойди спроси, там, сего уверенность просить. Кстати, Вадим Васильевич сделаю как он, а кто помнит символу веры, поднимите руку, наизусть, кто знает? Ну вот, примерно то же самое. Меньше, ну, условно говоря, там, пятая часть, максимум, из всех присутствующих, максимум. А когда-то вообще-то его знали все, просто поголовно, и не только знали, но и многие понимали, что они говорят, они просто заучивали. И я подчеркиваю, построенная цивилизация, она, это один из ее краеугольных камней. Вышеби камень краеугольный, один, допустим, из трех, все здание будет обваливаться. Естественно, более, на мой взгляд, примитивный ислам, я все-таки немножко изучал его, мне это было нужно по службе. Это, в принципе, очень сильно облегченная и упрощенная смесь иудаизма и христианства. Вот, по крайней мере, по многим параметрам. Очень сильно упрощенная, облегченная для потребления, скажем так, цивилизаций, находящихся на более низкой стадии развития. Ну, для кочевников арабов вполне подошло. Или там, для тюрк кочевых тоже. Почему он сейчас задерживает победу? Потому что адепты еще сохранились в больших количествах. И они до сих пор это расценивают как цены. А христиан уже настоящих почти и нет. Моральные уроды, извините, бегают, которые думают только об ипотеке и о том, как бы там стать, заработать там очередной миллиард. Вот почему рушится цивилизация. Слишком хорошие условия жизни плюс отсутствие духовной составляющей. И все. у нас этот процесс у нас было фактически заменили православие, заменили верой в коммунизм очень абстрактной. Вот. А потом, когда эта вера сама по себе просто испарилась вместе с ее носителями, не осталось вообще ничего. И у нас тоже идут эти процессы во всю. И у нас тоже какие-то катавры вместо людей бегают. Ни сострадания, ни помощи от них не дождешься. Рядом будут убивать, они максимум только будут снимать на телефончик. Никто не вступится. То же самое. На второй давайте быстренько сформулируйте свой вопрос. А, я не буду как мы... Я уже ответил? Ну все, тогда давайте вы. Вы, вы. Я хотел спросить такой неожиданный вопрос. А как нам вообще как разумному биологическому виду решить эту проблему? Мы достаточно познаторели в производстве материальных благ, и мы очень быстро научились производить столько, что достаточно чтобы собрать вот это вот клетку для крыс, в которой мы все и вымрем. А как нам из этого дурного... Знаете, если бы я был донором руматоисторским, как из известной книги «Трудный богом», который вы наверняка читали, я бы, может быть, и вам попытался что-то сформулировать. Но у меня я всего лишь простой каратель с высшим историческим образованием. Я не прогрессор. и не у меня есть свои уязвимости, свои слабые стороны. И есть сильные стороны, но в их число к сожалению способность создавать теории, которые могут спасти мир не входит. Я, к сожалению, больше практик. Я понимаю, что надо делать в данный конкретный момент и понимаю, как взять следующую высоту, которая выросла перед нами, а за ней будет еще высота. Может быть, я смогу взять еще ее, а может быть, не смогу, может быть, и эту не смогу взять. Но я сейчас думаю, как взять ее. А вот писать новую манифест коммунистической партии, условно говоря, вообще кощунственное сравнение, но тем не менее сочинять новый завет, это не ко мне. Это увы. астропрактика. Да. Почему не получился по итогу К-25, почему получится КРП, учтены ли ошибки? Во-первых, никто не может, если бы я, опять же, хотел бы вам соврать, я бы сказал, что, конечно, КРП получится, но какие вопросы, понятное дело, это же я, я же вас сейчас как это, к сожалению, никто не знает, получится или нет. Объективно еще раз, требование общества к образованию такой силы, оно огромное, и потребность огромная. Причем во всех слоях мне приходится встречаться, общаться, разговаривать с огромным количеством людей, в том числе с бывшими коллегами, с офицерами, с предпринимателями даже. Вопрос только в том, что от того, что понимание, что это нужно, и до того, чтобы лично принять участие, это дистанция огромного размера. Огромного размера, особенно, когда касается предпринимателей, потому что идея это хорошо, но это нематериально. А в духовном плане, мы уже как с вами отметили, в духовном плане у нас в основном значительная часть людей имеет тяжелые увечья в виде отсутствия понимания того, что духовное первично. на самом деле вся разница между К-25 и КРП заключается именно в том, что проект К-25 был не своевременный. В 2016 год только очень немногие люди, которые, кстати, в К-25 и собрались в значительной степени, включая там Лимонова, правда, через три дня он свинтил, видимо, ему позвонили или еще чего-то, но это я не буду обижать присутствующих здесь. У меня такое мнение, потому что уж больно резко он поменял, с радостью встретил, а потом раз и типа ну ладно, всякое бывает, Бог разберет что правду может я на него наговарю. Но эти люди действительно тогда понимали к чему все придет, но их было очень мало. В 2016 году большинство было уверено, что на Украине все хорошо, что на Донбассе вот-вот будут реализованы безальтернативные сакральные минские договоренности, что никакой войны, какая война, ну о чем, ну мало ли что там стрелков, ну сошел с ума немножечко парень, ну чекист, ну что там, ну что там, ну орден не дали, вот он и бесится. Вот примерно так было все, сейчас все по-другому. сейчас то, о чем говорили большевики, да, слава Милленина, 10 лет назад, оно все вот оно, наглядно, а завтра будет еще хлеще. И понимание этого распространяется, поэтому объективно сейчас ситуация созрела. Ну а вот субъективно сумеем мы или нет, сумеем ли мы найти ресурсы, сумеем ли мы найти людей, которые нам их предоставят, сумеем ли мы найти союзников в действующих элитах, а без этого никак. Это уже большой вопрос и гарантировать этого я вам не могу. К сожалению. Очень бы хотелось. В основном упираются именно в это. Нам чрезвычайно нужны союзники в действующих элитах. Какие бы они, извините, не были, а все характеристики действующим элитам я вам дал. Может быть, именно поэтому именно поэтому знаете, конечно, тяжело прийти в союзники к тому, кто тебя только что дерьмом вызвал, да? Но, с другой стороны, кто-то же должен назвать. Ведь, если же дерьмо называть конфеткой, оно же от этого слаще не станет, правильно? Кто-то же должен это сказать. Поэтому, допустим, пусть Павел Губалев договаривается, а я буду расчищать новые направления. Добрый и злой полицейский. Ну, хорошая же тактика, я сам работал так. Нет, ну, по обстоятельствам. Ну, правда, могу в свое оправдание сказать, что если все-таки договариваться, решат со мной, то я, кстати, достаточно договороспособен и очень крепко держу свое слово. Человек в основном в ущерб себе. Ну, что делать? Так бывает, как правило. Хорошо, еще вопросы? Да. Допускаете ли вы все-таки тот банальный вариант, хотя и ценой жизни летчиков и десятков апреля, что все-таки это двухходовочка, чтобы и Кремль как бы открестился, что террористическая организация ЧВК-ВАКТ больше не наша, и как бы создать угрозу Я понял. Создать угрозу Киев? Значит, не допускаю. Если совсем коротко не допускаю, масса косвенных доказательств, но первое, если бы это была действительно запланированная акция, то ковальчуки с Альтенбергами из Москвы бы не бежали с вами в голову. Ну, это часть пьесы? Я наблюдал такие пьесы уже не один раз за свою карьеру. И то, что происходило, это больше всего походило на... Ну, конечно, какой-то элемент договорняка был, но это не была запланированная акция, которую... Иначе бы она кончилась совсем по-другому. Нет. Нет. Она именно потому и встала на полпути, потому что она не была согласована. Иначе бы ее или задавили, либо довели бы до конца. Дело в том, что... Я сейчас читаю самые дикие предположения на предмет того, что Шойгу сам спровоцировал Пригожина, чтобы его уничтожить и так далее, и так далее. Он дал ему все, создал для него зеленый коридор. Бредятина. Но оно ничем не хуже в вашего предположения. Ничем. Потому что никто не может для себя логично объяснить, что произошло. А я это объясняю вот так, как я это объясняю. На мой взгляд, вполне логично. Сейчас они не могут кинуть все резервы на прорыв фронта. Кто вам сказал? Есть угроза... Так она, извините, в военном отношении я разбирал эту ситуацию, когда, если вы помните, российские войска вошли на территорию, снова вошли на территорию Беларуси, а они были выведены после деэскалации весной 14-го, фу, 22-го года, они были выведены из Беларуси. Они снова зашли, и туда зашло, там писали 10-15 тысяч человек. До 30-ти, говорили, зашло. Ну, в общем, для того, чтобы серьезно что-то обозначить на... Вы театр военных действий представляете какой-то? Это Полесские болота, простите, Полессий. Там масса узеньких дорог, достаточно бедная, плохо развитая автомобильная железнодорожная сеть, крупными массами воздействовать сложно, но очень широкое, на самом деле, подвластное наступление. Наступать придется прямо вот везде по болотам, вот по всему этому театру, начиная от Черниговщины и заканчивая каким-нибудь Ковелем, там, югом Брестской области. Там реально один батальон, как удачно расположенный, может держать дивизию. И для того, чтобы прорвать этот фронт, гарантированно, там нужно 1150 солдат. Ну, 100 хотя бы. Если Вагнер снова доберется до своей максимальной численности примерно в 70-80 тысяч штыков, какой он был после того, как зэков не возалили, а это практически сейчас из разряда фантастики, тогда он действительно будет представлять какую-то серьезную силу. А тем силы, которые у него остались сейчас, то есть, условно, ну, максимум, ну, 20 тысяч, они серьезные угрозы ни Киеву, ни другим крупным центрам западнее Киева или там, они не представляют. Максимум, что может сделать Вагнер в своих новых силах, попытаться, допустим, захватить Сума или Чернигов. Один. Ну, извините, как Вагнер доблестно штурмовал Бахмут, но опять сам уничтожится в боях за очередной город, а Сума и Чернигов намного крупнее Бахмута. Там, для того, чтобы реально серьезно наступать с территории Белоруссии со стратегическими целями, там нужно как минимум 100 тысяч на группу создать. Удар. Бахмут не решит эту задачу. Вернее, Вагнер не решит эту задачу. Никак. Имеющимися все равно. Просто никак. Ну, какой-то, ну, оттянет он на себя несколько дополнительных тысяч ВСУ. При том, общим преимуществам, которыми ВСУ обладает над нашими войсками, ну, это не будет серьезным фактором. Кроме того, не забывайте, что Вагнеру придется наступать по враждебной территории, то есть, которую еще закреплять надо. Вот, допустим, когда, в чем заключалась катастрофа, которая, с военной точки зрения, привела к деэскалации, когда наши войска под командованием Суровикина западнее Киева зашли на территорию, то есть, это Буча, это Гастомель, бои, это самое, фактически в пригородах Киева, это то, что войск-то для того, чтобы дойти до туда хватило, а тылы защищать было нечем. Это была двадцатитысячная выголовка. Да, а сколько Вагнер сейчас соберет? Ну, сто тысяч же не соберет. С резервов какие-то есть помощь, же, наверное? Нет. Серьезных резервов для наступления у нас нет. Ну, есть, хорошо. Будем считать, что есть. Будем считать, если я ошибаюсь, я буду рад, честно скажу. Я говорю, что мы и есть резервы. Ну, наши это мы на самом деле. Пока, для того же, подчеркиваю, еще раз повторяю, для того, чтобы стратегически разгромить Украину и закончить эту войну, победоносно, иначе она закончится в другом отношении, поражением. Нам нужно полумиллионная армия. Новая, дополнительная к имеющейся. Потому что у противника под ружьем 2 миллиона человек. Население нас не поддерживает. Максимум, что оно готово, это быть нейтральным, потому что война уже всем надоела и там тоже. Это максимум, на что она готова. Но это не значит, что у нас не будет в тылу партизан, что у нас не будет в тылу диверсантов, что, собственно, и сейчас уже есть. Требуется не только увеличить фронтовые войска и создать сильные резервы, соединения целые, армии и корпуса. Требуется еще и Росгвардии пополнить, которые будет тылу охранять, создаст комендатуры и будет поддерживать порядок. Требуется пополнить органы ФСБ, которые будут работать, выявлять подполье, то, чем я занимался в Чечне во вторую кампанию. Значительно требуется их усилить. Полицию значительно требуется усилить, а ее тоже на новые регионы одними контрактниками не наберешь, тоже нужно мобилизовывать придется. Это не Чечня маленькая, которую за несколько часов можно было насквозь проехать, на максимальной скорости буквально за три часа можно было пролететь от Хасавьюрта до границы с Иглушетией. Там, по-моему, Наспорт кто-то летал, даже по плохой дороге за два с чем-то часа проезжал. Это, извините, совсем другие территории, совсем другие масштабы. Нет, одним Вагнером, даже если Вагнер и создаст какую-то угрозу, то там нужно очень сильно усиливать армейскую группировку. Один Вагнер ничего не сделает. Я вообще, насколько понимаю, у меня есть предположение, это не понимание, это предположение, что Вагнер решили сохранить для того, чтобы он дальше грязную работу на наших ольгархах в Африке выполнил. Потому что мы как-то обезьяны, наши ребята как-то обезьяны, которые залезали, знаете, какой-то мартышек, да? Видели? Кстати, есть в интернете свежие. Нет, узкая, то есть, она так просовывает руку, набирает там орехи и застревает, обратно кувах уже с орехами вытащить не может. И бьется, она и дергается, и хочет, человек подходит, а вытащить, и жалко рожать. Вот так ее накидывают в сетку и берут. Вот так вот выглядит сейчас наша политика в Сирии, в Ливии, в ЦАР и так далее, и так далее. У нас тяжелейшая война, от которой зависит судьба нашей страны, а мы вместо этого все еще орешки пытаемся вытащить, которые нужны не России, а нужны отдельным представителям правящей мафии, которым, хотя за это неплохо бы голову оторвать, если они, конечно, нашими союзниками не будут, но в том ряд. Извините, вся эта авантюра в Сирии, а я почему взбесился, почему я в 15-м году резко выступил против. Да именно потому, что я уже тогда прекрасно понимал, что мы становимся заложниками турок. А при той войне, которую мы обязательно, я это знал, что мы будем воевать дальше, если не верите, поднимите мои записи выступления тогдашние, там все я говорил, что война все равно будет, и война будет тяжелой и жестокой. И в этой войне воевать на два фронта, да еще зависеть от этого Эрдогана, который нам периодически и Эрдоганы в спину, не нам, а нашему президенту, но и нам, по факту, тоже засовывает. Это просто чрезвычайно опасно. Рано или поздно он перейдет открыто. Вот это я точно совершенно даю. Запомните мои слова. Я это и раньше говорю. Рано или поздно Эрдоган окажется в стане наших открытых врагов. Может быть, даже раньше, чем больше. Это произойдет, возможно, достаточно скоро. Как только он высосет все ништяки, извините за жаргон, которые он получает от своего нейтрального статуса, он немедленно от него откажется. А у него есть конфликты с нашими в Сирии, у него есть конфликты, очень серьезные интересы на Крым и на Черноморское побережье. и он это попытается реализовать. Обязательно. Вот увидите. Если кто-то со мной не согласен, я готов услышать оппонирование. Я серьезно говорю. Я надеюсь, обычно в таких случаях я говорю, надеюсь ошибиться. Очень надеюсь ошибиться. Что бы с офицером ФСБ спорить? Ну, извините. У меня был опыт. Нет, подождите, подождите. А почему бы не спорить с офицером ФСБ? Вот тоже классический пример, который я много раз привожу. Простите. А у нас вот как вот? Вот сейчас у нас наконец сквозь зубы начали признавать, что оказывается наша специальная военная операция, дискретировать которую как бы всем нам запрещено, строилась на ложных основаниях. На неправильные оценки оперативной обстановки на Украине. Вот. Для слова. Оперативная обстановка состоит из трех основных элементов. Свои силы, силы противника, общая ситуация. Получается, что силы противника недооценили, их стойкость вообще не знали, что она вообще есть, были уверены, что ее нет. Получается, что верили в то, что стоит нашим войскам зайти и вся Украина в едином порыве посадит на престол вот этого ублюдка Медведчука, и нам будет как в четырнадцатом году, только еще лучше. То есть, типа победоносным походом просто проехаться, как в Казахстане, там раз-раз мы победили. У меня вопрос. А кто формировал президента подобное представление? только Медведчук, который был замкнут на администрацию президента? А где был начальник пятой службы ФСБ России, генерал Беседа, кстати, с западной Украиной родом? Вот он, пятая служба, она вот как бы это разведка органов ФСБ, это все широко известны, это не секрет. А где был? Я думал, пятая служба это было преследование этих... Нет, это было пятое управление. внести. Вот. Нынче это наследником пятого управления является УЗКС, где я тоже достаточно долго служил, потому что я служил только, получается, в УЗКС под разными названиями и в территориальных органах, то есть в Чечне в территориальных органах служил. Вот. А где было главное разведшее управление генерального штаба? А между прочим, в каждой разведсводке положено давать не только силы и средства противника, это еще со времен Великой Отечественной войны, это не секрет. Берете, открываете, смотрите, там обязательно обращалось внимание на моральное настроение войск, на то, как население, как относятся, какие тенденции, что говорят солдаты, это шло очень важным блоком. А где в любой разведсводке должно звучать, было прозвучать, что, извините, в докладе президенту, что население, это, в общем-то, совсем не ждет нас? Нет. А где была служба внешней разведки в ГВС с господином Нарышкиным? У него хоть руки затряслись, потому что он понимал, что жопа, видимо, но там еще у нас есть разведорганы, а где были все эти замечательные люди? Включая главу, включая, подчеркиваю, главу ФСБ, который недавно совершенно проворонил или скрыл мятеж Пригожина. А они все на месте. А они все на месте. Никто не наказан, никто не снят, никому даже на вид не поставлено. А это значит, что наши разведорганы либо саботируют свою работу, либо ее просто не способны выполнять по высочайшему профессионализму ее руководителей личного состава. Так как не спорить тогда с ФСБ? Вот скажите, а как не спорить с ФСБ, которая заминировала листву сегодня? Я вас не призываю, вот я в данном случае... Я поспорил, но мне сказали, что я не буду вам стирать, что мне сказали, я просто понял, что... Нет, ну я вас не призываю спорить. Действующими беседовался. Я вас не призываю спорить с Федеральной службе безопасности, которые вам действительно сказали, сиди спокойно, пока тебя не посадили. А вот я с ней, как сотрудник ФСБ, в немалом все-таки звании в свое время, считаю возможным спорить в той части, которая касается тех вопросов, которые я понимаю, которые, на мой взгляд, не являются угрозой для государственной безопасности в их разглашении, условно говоря. И я задаю вопросы, которые нормальный, любой нормальный гражданин должен задавать своей спецслужбе, а нахрена я налоги на вас плачу, если вы ни хрена не можете выполнить свои обязанности. Но этот вопрос даже президент им не задает, который их кормит, и поет, награждает, и продвигает по службе. Вопросы еще? Давайте еще один вопрос, и на этом закончим. Кто готов задать? На сплоченности. Да, давайте. К примеру, по Харьковской логе мы знаем, как харьковчане пришли туда со словами «дайте оружие». Какой год? 22 февраля. Дайте оружие и как действовали. Туда и прилетело, но прилетело уже тогда, когда там этих сотен людей практически не было. Что должно произойти у нас, чтобы у нас была такая сплоченность? Во-первых, вы, раз вы хорошо так понимаете ситуацию на Украине, вы должны, естественно, раз вы заработаете такими знаниями, вы должны, естественно, какая многолетняя пропаганда, в том числе практически зомбирующая, обрушивалась на людей, которые ей подвергались. Знаете? Да. Вот уровень пропаганды я ощутил еще в 2014 году, находясь там, когда другого телевидения, кроме украинского, в Славянске не было. Там, где работали украинские телевизоры, там просто люди выходили из строя. Поэтому нам пришлось, одна из первых задач была, это сбить эту вышку телевизионную на Кручине, чтобы сбить вещание телевизионное. Реально зомбирующее воздействие. Я на себе, уж насколько я враг украинства, сознательный, идейный, хорошо образованный, начитанный, человек, который этим интересовался, занимался, ну, никогда не придерживаюсь того, в чем сам не убежден. И то, взгляда на телевизор, я начал ловить себя на том, что у меня начинают возникать не то, чтобы сомнения, а ощущение, что я что-то не так делаю. Ну, как же так? Это ж святая революция, это ж Майдан, такое светлые люди. Это при том, что я этот Майдан видел, видел, что это идет согласованное действие, то есть, идет спектакль, нацеленный, да, на свержение Януковича, но он с обоих сторон четко разыгрываются роли. Ну, я же спецслужбист, я вижу. Мне то, что многие, вы вообще этого не увидите, это просто ощущаю. Вот раз увидел, все, понимаешь. Думаю, что ж такое? Ну, эту историю я расскажу в десятки раз, еще буду ее рассказывать. Когда они начали долбить по городу тяжелой артиллерии, Скорчуна и из других, Скорчуна, там у них, там пушки стояли, плюс они были вне дальности наших всех средств, пушки стояли севернее города, Скорчуна не корректировали. Они начали заявлять, что мы сами обстреливаем Славянск. Ну, их нет, телевизор. Ну, нормально это было, мы сами себя, то есть, 152-мм снаряды прилетали в центр города, разрывались, а на тот момент, когда у нас не было еще даже ни одного миномета. И еще он на гарнизон был маленький, у меня еще была возможность на тот момент принимать всех бойцов, кто желал ко мне обратиться. Ну, что-то около 300 человек, то есть, кому остро хотелось ко мне пробиться, он мог ко мне пробиться, любой. Вот однажды приходит боец с вопросом вот так. Почему мы обстреливаем сами Славянск? Ну, из местных, ну, не сами, не Славянский, но вот из местных начат. Я так не понял. А он уже на смерть идет, то есть, человек рубаху порвал, фигурально, да, то есть, человек вот, ну, у меня репутация-то была жесткая, то есть, чтобы решиться ко мне с таким вопросом идти, тоже надо было как бы иметь мужество. Значит, кто тебе это? Я вот начинаю выяснять, там, чуть-чуть успокоил человека, что вот, кто тебе? По телевизору сказали. Нет, ну, ты же, ну, ты же в нашем гарнизоне, ну, ты же в это самое, ну, нет, я точно знаю. У меня до этого, как раз, когда они начали обстрел, один из снарядов не разорвался, метр в ста от нашего штаба упал, и добрый, почти никто из тогдашних бойцов славянских в армии не служил, и добрые ополченцы притащили мне этот неразорвавшийся снаряд, что подарок. Я сам ни разу не сапер, но я все-таки артиллерист, и как бы знаю, что стрелянный снаряд, именно стрелянный, он как взводится, 152-мм снаряд, он взводится при вылете из пушки, то есть, он идет по нарезам, и вот он за счет этого вращения по нарезам он взводится, внутри у него механизм зарабатывает, после этого снаряд, допустим, который из ящики вытащили, его хоть бей, хоть роняй, ну, очень надо постараться, чтобы его взорвать, очень постараться, а вот стрельный снаряд, категорически, кроме как саперами, трогать нежелательно, желательно его подрывать на месте, ну, я так поблагодарил товарищей, поставьте вот фотограмм, вот он у меня там и стоял до самого конца осады, я к нему не приближался, и вот тут он мне помог этот снаряд, то есть, я пытаюсь человеку пробиться, сквозь украинский телевизор, я говорю, вот видишь, вот снаряд стоит, ты у нас такие пушки видел, он на меня, на снаряд, и что-то на ничего начало доходить, только наглядно, никак я его словами не мог убедить, ну, вот говорю, прилетел, вот спроси, вот ребята, вот знают, что этот снаряд, вот прилетел к нам, вот недавно, такой же недалеко разорвался, ты у нас такие пушки видел? Нет. Так кто обстреливает Славянск? И таких случаев было много, тот же Абер, начальник моей так называемой контрразведки, в Крыму был очень полезен, прям вот он идеально был, отличный, он был вообще подполковник СБУ сам, в отставке был, уволили его, судя по всему, за пьянку, на гражданке он завязал, прям вот разумный, грамотный, великолепно говорил на малороссийском наречии, великолепно, и прекрасно их агитировал, то есть они ему что-то начинают, а он сам родом из-под Винницы, по-моему, был, и он там тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та, все, значит, они ему что-то не могут предъявить, он лучше их говорит, и хорошо говорит, грамотно объясняет, что мы не против языка, что мы не против мызу, чтобы вот это вот на этих, нафиг, а потом ему организовали по утрам, каждое утро звонок от мамы из-под Винницы, где она его проклинает по телефону, она выступает по телевизору, потом начинает ему звонить каждый день, проклинает его сына, какой он мразь, что он перешел на сторону, человек просто ушел за пояси, и стал не только не бесполезен, но и вреден, и таких случаев, это просто вот два, которые случаи обычно привезут, таких случаев великое множество, мощнейшее, колоссальнейшее террористическое давление на мозг по всем фронтам, и по телевизору с элементами, я уверен, 25-го кадра, потому что вот реально смотришь одну и ту же программу, понимаешь головой, это у их, как и наш аналог России 24 с бегущей строкой, не помню, какой это канал, и не можешь оторваться, а там одно и то же бежишь, ты думаешь, ну, это же видео уже, и так смотришь, смотришь, то есть, есть что-то в этой, что вставлено, что не дает тебе, там, час смотришь, два, одно и то же будет идти, все равно вот так смотришь, это я, со своим интеллектом, со своим опытом, со своей подготовкой, в том числе психологической, а на обычных людей, в том числе даже на ополченцев, это действовало очень сильно, противопоставить этому нашему мне было тогда нечем, и вот, я понимаю, что с той стороны против нас сражаются полузомби, они искренне верят в то, что они защищают свою родину, они искренне верят в то, что русские это орки, хотя они сами русские, вы же говорите про Харьков, они искренне сражаются и готовы класть свою жизнь за то, чтобы их дети не говорили по-русски, и забыли русское имя, хотя у них у всех предки русские, и они искренне верят, что сражаются за правду, за великую Украину, хотя она, какая нахрен великая Украина, это, это то, что сделало, то же самое, что сделало немцев, из немцев, за 8 всего лет, даже не за 8, с 33 по 39, за 6 лет, Геббельс только при помощи кино и радио сделало из немцев миллионы нацистов, в Германии, вообще-то, была самая крупная после СССР коммунистическая партия, с 39 году далеко не всех ее деятелей посадили, значительная часть из них стала национал-социалистом, а теперь у наших врагов есть и интернет, и телевизор, и денег они на это не жалеют, ну, и учитывая, здесь я скажу, как христианин, конечно же, сатана там, они сатанисты, для них нет ограничений, все самое низкое, все самое подлое, все будет использовано, нет для них ограничений, поэтому их пропаганда так сильна, поэтому они стремительно, стремительно, как это сказать, метаморфируют, что ли, русскую Украину, еще недавно русскую, стремительно, превращают ее в кадавра, без памяти исторической, без корней, без совести, с совершенно выдуманными, ложными, в базе своей, просто отсутствующей базе, взглядами и убеждениями, а наша пропаганда, она безума, она тоже ужила во многом, очень во многом ужила, а правду наша пропаганда противопоставит, это ужи, потому что правда бьет ложь в пропаганде, когда человеку показывают неразорвавшийся снаряд и спрашивают, говорят, это чье, это невозможно опровергнуть, а наша пропаганда не говорит, что это снаряд, как он прилетел и зачем, потому что это невыгодно, Миллеру, Дерипаске, самому Путину, Лаврову, Мединскому, она невыгодна, в результате они наши не могут и врать, так же, как они, и правду нормально не могут сказать, потому что, если сказать правду, надо сказать, идем до Киева, освобождаем Киев, освобождаем наш народ, уничтожаем нацистов, и на этом заканчиваем войну, и только так, а так сказать нельзя, это скажется на доходах Газпром, и все, я надеюсь, я ответил, все, есть еще срочные, которые душа рвется, я с Суровикиным не знаком, где он жив, он здоров, не знаю от слова совсем, Суровикин, единственное, что у меня прапор, мой близкий друг, с ним служил вместе в Таджикистане, вот мы с ним были вместе в Приднестровье, прапором, после этого я поехал в Югославию воевать, а прапор пошел в Абхазию, там был ранен, и после этого пошел на контракт в 201-ю дивизию, как раз, когда там служил Суровикин, и он его лично знает, Суровикин там командовал, сначала ротой, и потом батальоном, ну, как сказать, говорит, что Суровикин очень волевой человек, что он не трус, кстати, Суровикин именно тот, кто во время событий 91-го года, командовал ротой, в бою с которой погибли, в бою это условно сказать, погибли три последних героя Советского Союза, все помнят эту историю? а дешевле, там двоих раздавили, а одного застрелили, это тот, который пытался внутрь залезть, вот его застрелил лично Суровикин, и за двоих, других тоже задавила та БМП, в которой находился лично он, как командир роты, и его за это пытались осудить, но поскольку он четко выполнял свой воинский долг, действовал по уставу, то есть его судить было незачем, его сослали служить в 21-ю дивизию, опять же, учитывая, что он был зятем очень большого генерала, очень большого генерала, я не помню, кто там подоложился, но, по-моему, начальник связи ВСССР, это очень, или начальник главного управления, то есть очень блатной был, скажем так, то, может быть, это сыграло свою роль, там, в армии тоже есть свои кланы, мафии и прочее, но, то, что этот человек карьерист и пойдет по головам, если надо, это факт, то, что говорили про него, то, что этот человек очень тщеславный и честолюбивый, это точно, это я не только от прапора слышу, это многих, то, что человек не слишком больших воинских, хотя и не слишком маленьких способностей, тоже слышу, это все, что я могу сказать, вот дальше сочинять что-то от себя я не буду, но скажу следующее, что для меня этот человек в бесчестии, и это здесь с мятежом это никак не связано, это связано с тем, что он принял орден Георгия Третьей степени за сдачу Херсона, но я бы отказался, вот честно скажу, как можно принимать орден, который, извините, Суворов за взятие Туртукая получил, по-моему, за сдачу, вот вопреки всем статутам просто, ну, я этого не понимаю, а так для него это, наверное, нормально, ну, еще одна блямба, еще одна блямба, ну, и что, все, красиво, висит красиво, ну, и я вообще очень сильно сомневаюсь, что Херсон надо было оставлять, на мой взгляд, его можно было удержать, но здесь я, опять же, не могу, опять же, есть там люди, которые были на этом плацдарме, в том числе на старших офицерских должностях, и они как бы утверждали, что удержаться было можно, но не зная всех обстоятельств, ну, здесь я однозначно сказать не могу, может быть, действительно, все висело на живую нитку, и надо было отводить, чтобы просто не потерять войска, учитывая, что все мосты были разбиты, и понтоны, передвижные мосты, условно говоря, все это было, паромы, да, извините, вот уже устал, как бы вылетело из головы, и паромы постоянно подвергались ударам, и тоже выводились из строя, но это тоже, опять же, ну, как, как, за всей огромной страны нельзя было собрать несколько еще паромных мостов, если сейчас только озаботились катерами, которые там должны были просто вереницами ходить, а кто об этом должен был заботиться, если об этом... транспортная авиация, на чем говорили? Ну, кто об этом должен был заботиться, если об этом не заботится командующий? Ну, значит, он так заботился, что, чтобы, знаете, как это, начальство случайно не побеспокоить. Ну, в общем, примерно как-то так. Давайте на этом закончим. Я надеюсь, что вы не зря помогли нашим вооруженным силам, тех, кто приобрел билеты, вот, по крайней мере, я вот свое... Я с этого не получу ничего, вы можете не сомневаться, я не продаю свои слова за деньги. Надеюсь, что я вас не разочаровал в своей встрече. И хлопать мне, пожалуйста, не надо, я не артист.